Девушки отдыхают Всем здравия! Сегодня у нас 21 день месяца Юг и Стуш, по одному старинному календарю 7524 лета, а по одному из современных 11 февраля 2016 года четверг. Школа Родовой Мудрости – продолжение. Такова тема сегодняшнего эфира. Главный сведущий Сурияр. Здравия тебе, Сурияр! Здравия, Алексей! Здравия всем Родовичам! Ну что, какую сегодня поднимем тему в Школе Родовой Мудрости? Тема, она у нас, с одной стороны, заявлена была, но мы в предыдущих эфирах, занятиях задевали многие-многие темы попутно, так как эфиры у нас нелимитированные получились. И, соответственно, что есть вера, что есть веда, и из чего в своей основе состоит наша родовая традиция – веры, веды, религии, науки или еще из чего-нибудь. Собственно говоря, вот этот момент, я думаю, что сегодня нам стоит обсудить. Ну и, собственно говоря, хотел бы всех поздравить сегодня большой праздник, Велесов день, день древнего и мудрого Бога, который нам несет мудрость не только житейскую, но и познание навных планов. Всех вот с этим поздравляю. Ну и по ходу передачи будем, может быть, возвращаться немножко к этой теме. Хорошо. Кто по одной традиции отмечает в этот день всех с праздником, кто будет отмечать позже, тех позже поздравим. Сейчас поздравляем тех, кто в этой традиции. Потому что у нас так повелось, что на Востоке отмечают в эти дни, на Западе в эти дни. Я думаю, от этого богам совершенно как-то не обидно. Чем чаще их вспоминают, тем лучше, мне кажется. Ну что ж, давай тогда приходим уже к теме, что есть вера, что есть веда и все, что с этим связано. С чего начнем? Так, ну такие объемные понятия, поэтому сейчас, наверное, попробуем. Мы отчасти касались этого понятия. Ну и того, и другого мы касались. Но сегодня, я думаю, есть смысл разобрать более глубоко. Почему? Потому что, если до сей поры мы разбирали какие-то, ну, скажем, более-менее входящие в систему пониманий элемент. Ну, явь, нафь и правь, естественно, они как уже одни из основ родового обычая. Но они, как сказать, немножко сведены от нас, скажем, часто за пределами нашего восприятия, за пределами нашего понимания. А то, что сегодня будем разбирать вера, веда, религия, наука. То есть, как они сопрягаются в нашем обычае родовом и что из себя представляют. Ну и, соответственно, сегодня будем разбирать тот момент, как они включаются в наше бытие ежедневное. И как позволяют выстраивать свою жизнь. Потому что наши предки имели веру, имели веду, имели определенные религиозные отправления. Ну и, если по-старому брать, то наука по древности, она не отличалась от, собственно говоря, сути верований наших. Потому что наука – это то, как сказать, как мы постигаем материальный мир. Материальный мир – тот мир, который нам доступен, как мы в прошлых предыдущих занятиях, в ощущениях. То, что есть реальность. И поэтому, как сказать, опять же, явь, навь и правь через что. И как мы взаимодействуем с этими проявлениями в всем мире, скажем так. Вот так ли это? Ну, хорошо, давай с этого и начнем. Хорошо. Ну, у нас мы уже не раз обращались к слову веры, пытаясь его и так переложить, и так, и там обращаясь к буквице и к способу написания посредством буквицы. Ну, и, ну, часто люди, как сказать, там, молодые люди, которые идут там в родовом обычае, называя себя там родновирами или еще как-нибудь, когда им говорят, вот спрашивают кто-нибудь, а вера какая у нас? Мы не верим, мы ведаем. Говорят они гордо, как сказать, потому что услышали от кого-то из старших родовичей, скажем, где, очевидно, более-менее ведающих подобное утверждение. Ну, насколько это попадает в то восприятие, в котором находятся они, ну, я, наверное, усомнюсь немножко со своей колокольней. Пусть мне простят те, кто считает, что у них веры нет, а есть уже веда достаточно широко развитая и веда не соответствует. Вот, ну, а вера сама по себе, да, если мы по написанию, как сказать, в-е-ра, то, что высшее знание, да, там, ведание света, ведание ра, как есть, как таковое. Ну, ведание ра через что мы можем ведать, вот в чем вопрос, через что у нас вера возникает. Видим мы свет от солнца идущий, есть ли это наша вера? Слышим ли мы слово умное, доброе, есть ли это наша вера? Или вера все-таки немножко находится в другом аспекте нашего восприятия? Потому что недавно с одним человеком общались, который, в общем-то, долгие годы изучает, и он из последователей Порфирия Иванова, который, собственно говоря, по моему мнению, вполне может быть причислен к Олховскому сословию нашему. Потому что то, как он прожил, так как он нес свое миропонимание, то, что он собрал вокруг себя достаточно большое количество людей, которые еще и до сих пор продолжают идти тем путем, который, в общем-то, он им указал. И там принцип какой от этого человека, мне понравилось его изложение, что вера – это, в первую очередь, наши чувства. Потому что ведание, как таковое, это, с одной стороны, знание, а с другой стороны, точно так же чувства. Потому что, как сказать, помимо, если мы разбираем, помимо азбучного сложения написания, есть еще кодово-слоговое. И вот точно так же «Ве», «Веда есть», «Веда есть», «Веду» мы будем разбирать сейчас немножко, ну, имеется в виду, следом за «Верой», «Веда есть», «Ра». Ну, вот если по кодово-слогову, опять же, не уходя далеко от азбуки, от буквицы, мы получаем такой элемент, что «Веда есть», «Свет горний». Вот что такое вера. Соответственно, почему чувства, да, что мы, как сказать, вот у нас есть пять основных чувств, и шестое там, как называют, интуиция, то веру мы могли бы назвать в данном случае седьмым чувством. Ну, подразумевается, что в жизни постоянно течет процесс события. Процесс – это то, что мы называем потоком сил, который созидают все миры и, в общем-то, показывает нам те или иные происходящие события. Это во внешнем мире, с одной стороны, а далее, вот, как бы, недалеко уходить сегодня, сейчас немножко отвлекусь, с утра тоже человек задал вопрос, говорит, ну, у нас же есть, говорит, знания научные, и мы в этом знании находимся, и вполне нам описывает большую часть событий. Я говорю, ну, смотри, вот, у нас есть знания, да, а любая кошка или любая собака, она, допустим, знает, когда произойдет землетрясение, когда произойдет там достаточно большое количество событий, которые позволяют животным сохранять свою жизнь и продолжать свое существование в этом мире. Человек, как правило, подобные вещи уже утратил. Но, если мы целенаправленно будем заниматься развитием своего чувственного ряда, да, значит, мы и вот этот элемент, то, что мы называем верой, выведем на другое состояние. Потому что, если вера истинная, не основанная только лишь на буквенном или там подчеркнуто под кого-то знании, это значит, через сердце, через высшее свое сознание мы очень хорошо чувствуем, как течет мир, что в нем происходит, и, собственно говоря, попадаем в унисон, в единое взаимодействие с божественным планом, с богами родными. Ну, вот так, наверное, Алексей. Да, это ты развернуто вступление дал. А вот не задал тебе встречный вопрос этот человек, с которым ты про животных пример приводил, о том, что животные, они могут не знать, а просто это на уровне ощущений. Вот, когда мы говорим знания и ощущения, это все-таки разные вещи. Одно дело, когда человек что-то ощущает, ну, холодно ему, и вот он идет за одеждой, голодно ему, он идет за едой, ну, приспичило его, он идет в туалет. Вот, может быть, у животных это на уровне просто инстинктов какие-то там работают, а это не знания? Ну, знанием, наверное, мы, как сказать, я не возьму на себя такую громкую ответственность, чтобы сказать, что у животных это знание. Но смысл такой, что у нас был такой ученый Павлов, вот он там первая, вторая сигнальная система, разбирал там третья сигнальная система речь. Но смысл такой, что есть, безусловно, инстинкты у животных, которые... Алло. Да, немножко связь так барахлит. Есть безусловные инстинкты и есть условные рефликты. Вот, и, соответственно, безусловные инстинкты, они вот прошиты там не в подсознании, но, условно, в программе выживания того или иного вида. Человек в этом плане, он точно такой же. Но вопрос даже не в этом. Потом какие-то вещи, второй уровень условной рефлексы, то, что животное там, условно, палку поднял человек, она отбегает, собака. Ну вот, смысл, почему я говорю, что да, есть какие-то вещи безусловные, это то, что на инстинктах там надо есть, дышать, еще определенное количество действий делать для того, чтобы просто сохраниться в жизни. Плюс по мере возрастания любое животное набирает достаточно большое количество условных рефлексов. Я говорю, вот это поднявший палку человек, это уже относится к области условных рефлексов, ну, так как животное понимает, что за этим может последовать нечто не очень приятное. Это что касаемо. Но вопрос, к какой области инстинкта мы могли бы отнести вот это знание о том событии, о котором животное там никогда в жизни не знало. И, как сказать, откуда, из какого своего инстинктивного плана оно, животное, может получить об этом знание. Вот. Сама по себе то знание, которым владеем мы, оно опирается на родовое обычай, оно в данном случае говорит, что вот есть понятие тотемы, да, животных, такой термин мы используем. Слышно, нормально мне, Алексей? Слышно. Слышно. Да, да, да. Это информационное поле Земли, мы бы так могли сказать. Ну, собственно говоря, первый, второй уровень божественного плана, который контролирует течение всех сил. Ну, даже не контролирует, можно так сказать, а дает о них какое-то знание, дает возможность с ними как-то взаимодействовать. По большому счету не как бы сама по себе вот та или иная зверушка, получив какой-то там условно сигнал инстинктивный или просто там что-то не понравилось, побежала. Нет, они, как правило, знают, где источник опасности и удаляются от этого источника опасности, и, как правило, у них это хорошо получается. Подразумевается, ну, тут нет противоречия, как раз есть подтверждение тому, что, по сути, это не решение одной отдельно взятой особи, а это вид, как один из, скажем, если одно животное существо не имеет достаточно развитого сознания, то вот их как бы тотем, опять же используем этот термин, он позволяет воспринимать значительно большие объемы и прозревать вот эти вещи. И не потому, что, я говорю, это инстинктивный план, это уже и над сознанием, и над инстинктом находится, вот по моему мнению и по тому обычаю, который мы исследуем, который передан нам другими ведущим из древности. Если так дальше рассуждать, то получается очень интересный момент, о котором ученые сейчас как-то так иногда чуть-чуть говорят, некоторые из них, о том, что мозг – это не есть полный объем сознания. Мозг – это всего лишь навсего вычислительная машина, которая откуда-то черпает информацию по каким-то каналам и всего лишь навсего, как компьютер, ее перерабатывает. А сделано это так тонко и так хитро, что большинство людей даже об этом не подозревают и думают, что они сами у себя в голове рождают мысли, что сами они у себя в голове что-то там производят, такие они умудренные, такие они великие, значимые. И, как показывали тоже многочисленные исследования, животные, птицы и какие-то там жучки-паучки, обладая вообще крохотным мозгом по сравнению с человеком, умудряются выживать в тех условиях, когда человек вообще не может выжить, не из-за того, что у них более развито тело, не из-за того, что они более приспособлены. Просто так получается, что их как будто бы кто-то уволит в сторону, дает какие-то сигналы. И некоторые животные разбираются в тех ситуациях, в которых человек тоже не может иногда разобраться. Это уже не касаемо там землетрясений, потопов и всего остального. Просто решают проблемы вот так вот по ходу. Это говорит о том, что вот то, о чем ты сейчас говоришь, что есть некие, скажем так, связи, которые находятся вне сознания и выше сознания, они как раз могут и управлять человеком, животным и всем остальным. То есть мозг, он сформирован для каких-то определенных целей, задачи в этой жизни, но как вычислительная машина. Но основные все сигналы, посылы, они могут идти в этот мозг извне. И крайне редко, хотя не знаю, ну крайне редко большинство животных и людей живут автономно. Хотя по другой, с другой стороны, сейчас если смотреть, большинство людей как будто бы живут автономно, вообще отрубаются от всего. И как зомби такие ходят, на работу пошел, на работе кнопочки понажимал, иду домой, пиво выпил, телевизор посмотрел, вот все хорошо, спать лег, завтра опять на работу, ну и так далее. Вот отключение от высшего я или от высшего какого-то разума, от богов, от предков. Ну, там, насчет нашего ума, так называемого, все-таки, слышал такое определение, это калькулятор с антенной. И по большому счету с этим термином в той или иной степени я могу согласиться. Почему? Потому что осмысление как таковое, да, объемное, оно даже вот попытка сравнить с более-менее серьезным компьютером работу обычного сознания. Она никак, вот если ставить какую-то логическую цепочку, которую надо осмыслить в течение какого-то времени, компьютер, имея достаточно простую программу, делает это значительно быстрее. И в то же время, когда поднимаются какие-то достаточно большие абстрактные элементы, которые имеют в себе элемент противоречия и прочее, компьютер тут часто пасует. А уже не ум, а вот этот момент над сознанием более высокого уровня, тут позволяет получить значительно более интересные результаты. Поэтому у нас же, если мы перечисляем даже чары, омуты, чакры наши, вот сахасрара или исток, он подразумевает, что он находится на 15 сантиметров выше макушки. И он не включен в тело, он как бы позволяет взаимодействовать именно с высшим началом. Ну, высшее начало многолиха в этом плане. Как ты говоришь, человек отключился от высшего начала, но он еще же жив, он остался. Ну, на автомате живет. Да, источник как бы на него все равно работает, он его получает. Просто обратной связи, никакой наработки здесь не происходит в этом ключе. Ну, здесь не факт, что источник продолжает работать. Просто знаешь, как мне кажется иногда, вот есть человеки, те, которые постоянно подключены к источникам, к вере, к вере, к богам, там, да, а есть книги. Вот они в свое время напичкали себя информацией, стали как книги. Применить по жизни эту полученную информацию не всегда получается. Но как справочники прекрасно работают. Встречал очень много людей с высшим образованием, из различных именитых институтов, университетов, там, МГУшников полно. Которые, вот о чем не спроси из-за его темы, он тебе прям, не просыпаясь, формулу напишет. Ответит любой вопрос. Но чтобы он сам что-то породил, я что-то ни разу не встречал. То есть, вот такой справочник. Ты достал этот справочник с полки, открыл, задал вопрос. Справочник причем умный, да, ты задаешь вопрос, он тебе сразу страничку нужную полистал, нашел. Ага, так, вот тебе ответ. Все, благодарю тебя, справочник. Закрываешь, опять на полочку убираешь. Так вот, эти люди, такое ощущение, что они когда-то в молодости были подключены, их направили туда, они были подключены к каналу, у них была связь родовая, все как положено. Потом они стали замещать вот эти управления своими наработками, своими знаниями, вот этими вот книжными знаниями. Научились умные фразы говорить, наслушались каких-то умных дядей, научились себя как-то вести, выработали, как собачки Павла, условный рефлекс выработан. На вопрос отвечаем вот так, информацию берем отсюда. Если нужно, применяем вот так, и все. Говорим, если нужно. То есть, умно говорят, умно делают, умно себя ведут. Но породить что-то сверху, принять информацию, то есть, озарение, то, что называется, как-то не получается. Но вполне возможно, что такие люди как раз и нужны для того, чтобы люди, которых озаряет, они обращались, ну-ка, справочник по химии, дай-ка мне формулу такую. Ну-ка, справочник по физии, ну-ка, дай-ка мне формулу такую. А ты мне вот это, вот такой человек, для того, чтобы у него голова не как у слона была, чтобы не пухло, а то, не дай бог, там энцефал какой-то вырастет. Он обращается к этим людям, они ему дают информацию, и рождается какое-то гениальное открытие, полезное всему миру или полезное какой-то кругу людей. Вот я что думаю. Поэтому я не исключаю того, что сейчас люди вполне могут жить на автомате. Но это не говорит о том, что, как ты говоришь, за ними не следят, и иногда все-таки щелбан-то им не отвешивают там по носу. Чувак, а ты не туда идешь, ну-ка, давай-ка вперед. А другого, наоборот, приглаживают. Молодец, молодец, так, так, надо себя вести. Молодец, вперед. Но это не говорит еще о том, что они не могут опять же заново включить там мозги, прочистить ершиком и макушечку свой там вентиль этот крутить, и опять же получать напрямую информацию и уже знания, наработки применять как положено. Ну, да, таких людей часто называют или там ходячая энциклопедия, или ходячий словарь. Вот, но тут не вопрос, как ты говоришь, отключения. Я говорю, от высшего источника получения знания. Они отключились там сознательно или нет, выбрав какой-то ход? Ну, почему я говорю, что пока живо человека поступает, он жив. Перестало поступать. Ну, жив имеется в виду, он перемещает свое тело в пространстве, там, в том или ином направлении, и как бы всеми остальными окружающими воспринимается еще как живой. Когда источник живо иссякает, значит, уже человек исчез с этого пространства. Ну, вот, что касается. Поэтому то, что, возвращаясь к тому, то, что называется вера, или то, что определяется как вера, да, мы, к сожалению, за тысячу лет этого давления, так как само по себе даже понятие было подменено, как вот, по сути, некие религиозные проявления были обозначены как, именно как вера. И вот этот элемент, скажем, у многих людей он просто атрофировался. Этот элемент даже не сознания, а внутренней чувственной структуры. И сейчас просто совершенно четко ведущими сказано, что делая определенное делание, то, что называется там в разных кругах, там, духовными практиками или еще как-то, значит, человек может эту веру, это чувство, веру как чувство в себе восстановить. Просто не надо впадать в некую иллюзию, что это легко и просто. Это мы, опять же, в течение одного-двух поколений только наработаем в том виде, при условии, если будем осознанно работать. Если нет, значит, это так и повеснет, как слово. А ведание Ра, это значит ведание света, как мы разбирали, да, что термин, по-моему, всех устраивает, если мы вернемся Ра, это свет, созидающий Вышний Горний во всех его проявлениях, видимым и невидимым для нас. Ну вот, и, соответственно, вера, да, значит, веда есть знание движения Вышнего Цвета, Горнего, который созидает всемирие. Вот если, как бы, некую полноту сам термин преподнести, то, наверное, получается вот так. Как считаешь, Витя? Да, в принципе, я с тобой согласен в данном случае. Единственное, что, как ты правильно сказал, можно, конечно, завалить родник. Завалить родник ничего не стоит, привез он щебни там чего-то, камни и так далее. Все равно вода где-то просачивается. Другое дело, насколько это чистая вода и насколько удобно ее брать. И вот нам сейчас предстоит этот родник выкапывать заново, благоустраивать для того, чтобы и мы могли хоть что-то оттуда брать. И наши, кто-то за нами придет, последователи, что-то наши дети, внуки, правнуки могли что-то уже брать, чтобы это было удобно, чтобы это было не засорено, чтобы это было чисто. А в остальном с тобой полностью согласен. Все правильно. Это что касается веры. Ну, мы еще, я думаю, будем сейчас возвращаться постепенно к этому термину, потому что цельность мировосприятия, она для нас необходима, и надо искать способ ее восстанавливать. Вот, это что касается веры. Да, и сейчас, давай так, вот сейчас ты говоришь слова про веру, и мы переходим на музыкальную паузу. Итак, что касается веры, вера это... Ты меня на злёте подбил, хорошо. Вера это чувство, чувство знания одновременно, которое как ведра, ведаю высший цвет горни, который являет движением сил, созидающихся мири. Вот то, к чему как бы истая вера должна стремиться. Хорошо, я тебя не подбил, я просто-напросто предупредил. Поскольку про Павлова мы говорили, да, есть такая шутка, что как-то мальчика Павлова в детстве укусила собачка. Собачка укусила и забыла, а Павлов не забыл. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из старинных календарей 21-й день месяца юга 167-524-го лета пятница, по одному из современных 11 февраля 2016 года четверг. Школа родовой мудрости, главный соведущий Сурьер. Разбираем мы такие понятия, как вера, веда, религия, наука. Разобрались мы с верой, и давай, наверное, дальше пойдём. Уже вопросы некоторые поступают, я думаю, что мы поближе к концу уже начнём о них отвечать. А пока дадим возможность Сурьеру рассказать. Хорошо. Я единственное, что, наверное, хотел бы заостричивать внимание всё-таки на тех деланиях правильных, которые позволяют веру развивать. Потому что, условно, то, что часто в бытовом общении воспринимается, ну, как вера, достаточное доверие чему-либо, да. Это тоже имеет право на существование. Почему? Потому что до того момента, пока у нас нет безусловной веры, потому что мы, ну, по крайней мере, я неоднократно встречал людей, которые имеют безусловную веру. Но веру в данном случае уже как развитое чувство знаний. И такого человека никакими посулами ты не сдвинешь с этого знания, потому что оно в нём прошито, безусловно. Вот. Но каждому из нас доступно, да, в той или иной мере потихоньку развивать свою веру. Потому что, как вот, чувство у нас слабое, слабо развито. Но мы должны, не должны, скажем так, а можем, можем делать. Потому что для меня это, да, тут, как бы, долженствование. Потому что я знаю, что если я не буду делать правильное делание, значит, все те, как бы, дары, те возможности, которые постепенно проявляются, там, возрастают у меня, так как уже не один десяток лет, по большому счёту я по этому пути и иду, они начинают слабеть и терять, как бы, те возможности. Ну, то есть, они начинают слабеть, и я теряю те возможности восприятия горных миров, которые есть сейчас. Поэтому я каждый день своё делаю. Делание делаю. Вот так. А для того, чтобы обычный человек, ведической традиции, известно, там, самая простая, с одной стороны, практика, но никто из, там, ни вышних броминов индийских, ни наших серьезных ведущих, в общем-то, ни разу ничего про неё дурного не сказал, кроме того, что это одна из наиболее, я имею в виду не дурной, а уже хорошей, одна из наиболее ценных и в то же время простых практик. Вот. Если в индийской ведической традиции это звучит примерно как перечисление имён богов, вот. У нас это, как вот наше доброе дело, это обращение короткой молы к тому или иному из богов, потому что каждый бог, который мы перечисляем, славим на наших славлениях, обрядах, он отвечает за тот или иной удел. Есть огромное количество богов неизречённых, но в то же время достаточно большое количество богов, которых мы знаем согласно нашему обычаю, согласно нашей традиции. И если ежедневно, в течение дня, несколько раз обращаться к тому или иному богу, с коротким обращением, с короткой молой, или молой творения, молитва, значит, со-настройка постепенно нарабатывается. Вот. Здесь вера начинает условно пробиваться сквозь асфальт нашего трудного восприятия, и первые ростки в какой-то момент ощутите в голове своей, ощутите в сердце своём. Вот таким образом веру каждый из нас свою может и должен взращивать. Это вот по поводу того, какие есть практики несложные, и в то же время крайне действенные, потому что если ты искренне обращаешься, открывая сердце, ответ однозначно будет. Чуть раньше, чуть позже, но он будет. Может быть, сразу. Это что касаемо веры. Угу. Хорошо. Теперь к Веде переходим. Ну да, к Веде мы переходим, потому что когда меня спрашивают, да, там, типа, что наша традиция, там, какими она словами определяется, какие в ней есть основы. У нас, я говорю, традиция вера-веда. Они всегда идут, или вера-веда, не я. Вот. Они идут в этом плане, как бы, в определенной степени, как синонимы. Потому что мы вот разбирали, да, что такое вера, а теперь, если по тому же кодово-слоговому, или по буквице, азбуке разбирать, мы получим примерно то же самое. Высшее знание В-веда есть, да? Добро света изначального. Вот что такое Веда, да, если так на коротке. Так, по-моему, Алексей? Ну, в общем, наверное, да, примерно так все. Вот если все... Можно там дальше, конечно, там что-то додумывать, но примерно, да, суть такая. Ну, нам задача не додумывать, ну, в смысле, додумывать тоже надо, но вопрос такой, чтобы мы слово для себя определяли достаточно четко. Почему? Потому что, так как огромное количество деланий в той или иной степени, я там, ну, знаю и как бы в виде теории, в то же время значительно большую часть в виде практики. И я знаю четко любое слово, которое, во-первых, с тобой не понято или не имеет для тебя достаточно глубокого смысла, оно, как правило, не включается. Не включается, это значит, то есть, вот эти высшие слова, которые формируют наше сознание, они нас могут выводить на поток мейнстрим, да, слово такое. С одной стороны, наше, не наше, потому что стрим, стремнина, поток, свой поток. Если мы там немножко английские слова поразбирали, очень многое. Моя стрим... Получается, моя стремнина, да? Мой поток. Да, да, да. Моя стремнина. И, соответственно, слово, если ты его понимаешь, если ты на него настроен, если ты знаешь его истотный, изначальный образ, оно в тебе работает. Почему сейчас приходится нам очень много использовать очень большой уровень говорения, я бы так сказал. Почему? Потому что мы не знаем истотных образов многих слов. Соответственно, они звучат, как вот повисают между небом и землей, но никакой процесс они в нас не запускают. Почему мы вот, если мы ключевые слова разобрали, погрузились своим сознанием, или вот сегодня, допустим, те родовищи, которые поехали делать обряд, дабы прославить Велеса и принести ему свои требования, они, скажем, тот удел, за который отвечает Велес, это познание Нави, познание земной житейской мудрости, и, собственно говоря, по одной из версий, что даже как бы первый наставник Волхов, ходящий в шубе Валахата, сам лохматый, это и есть вещий лес, Велес, древний бог наш. Это, что касаемо веры Веды, откуда она, откуда она берется и как она возникает. Веда есть добро изначального света. Если вера, Веда есть знание света созидающего начала. Почему я говорю тут, по большому счету, если мы это разбираем, оно у нас все равно во многом схоже. Но в этом ничего страшного нет, просто надо понимать, что вера в этом плане больше чувства, а Веда в этом плане больше знаний. То бишь, то чувство знания, а это знание чувства. Потому что, когда говорят, что Веда является просто знанием, это все-таки не соответствует обрыв связи. Я всегда как бы терминологически, если я разбираю, люди говорят Веда. Я говорю, есть Веда писаная и Веда не писаная. Это не значит, что это кардинально разные вещи, но просто есть, мы там касались отчасти такое понятие кон, кон из кон. Кон из кон в данном случае, это Веда не писаная, в том плане, что она существует независимо от нашего восприятия, и мы в той или иной степени ее постигаем, развивая свое понимание, да, мы можем какую-то часть зафиксировать в виде изустного предания, или там перенести на какие-то бумажные и прочие носители, это будет уже веда писаная, но проблема всех писаных учений, в чем мы отчасти тоже, по-моему, этого касались, уже как-то, что проходит какое-то время, веда живая, веда не писаная, она течет, она меняется, она преображает все мири, все мири живо, и оно постоянно меняется. То, что мы зафиксировали в какой-то момент, пусть это будет очень высокий уровень понимания, но через какое-то время должны появиться те, которые смогут сказать, что появилось нового, поэтому по старым временам как бы волхвы, ведуны высшего знания, они на долгое время уходили в затвор, для чего? Для того, чтобы свое ведание, чувство того, как течет всемири, заново очистить, приоткрыть и как бы свести то, что есть писанное с неписанным, и через какое-то время она изменялась, дополнялась, и какие-то элементы в веде писанной возникали заново, поэтому на сегодняшний день, я говорю, то, что веда есть писанное, мы к ней относимся как к тому, что нам в той или иной степени открыто в том или ином толковании сейчас, но надо понимать, что даже те старые книги, которые сейчас переложены на современный язык, они как бы даже то, что они переложены, они уже имеют определенный в себе уровень искажения в этом, плюс, так как уже прошло достаточно большое количество времени с того момента, когда они стали знанием записанным, даже не говорю, что веда, а просто может быть знание того или иного уровня, которое нам сейчас подается, может быть, излишне серьезно или прочее, почему, мне часто а если найдется какая-то старая книга, если найдется совсем старая книга, это не значит, что мы сможем ей воспользоваться, почему, потому что огромное количество понятий, деланий и прочих вещей просто реально утрачено, по этой книге, да, мы можем какие-то основные элементы понять, но все равно веда сегодняшнего дня, она будет другая, и это надо совершенно четко понимать, почему формирование нашего мировоззрения, да, источник, к которому мы подключаемся, это наше делание посредством веры, то, как мы осознаем и записываем тот мир, который нас окружает, это веда писаная, а то, как движется сила в самом деле в соответствии с конном, который созидает всемир, всемире, и во множестве проявлений, естественно, мы видим только какую-то часть, и очень малую, мы можем тут смело сказать, но вопрос такой, чтобы нам двигаться правильно, то, что мы говорили о животных, что да, в какой-то момент приходит ситуация, что им надо менять место своего пребывания для того, чтобы остаться в живых. У нас значительно, с одной стороны, дольше процесс осмысления вот этих вещей, но в то же время через ведание наших ведающих мы можем прорваться на более высокие как бы этажи мироздания, на более высокие небеса, чтобы узреть будущее, понять настоящее и расшифровать прошлое, которое единство сливается, поэтому сама по себе как бы иллюзия простоты этого действия, она ни у кого не должна возникать, почему во все времена те люди, которые, ну вот, с одной стороны дело не это делают, с другой стороны имеют дары изначальные, потому что кто бы что ни говорил, я все-таки придерживаюсь достаточно твердо того мнения, что волк всегда получает первое, ну и ввиду он высшего уровня, первое посвящение он получает именно от богов, а потом уже по мере своего понимания или непонимания его люди могут признать, могут не признать, но первое посвящение как раз будет получено им от богов. Хорошо, дозволь, дозволь я тоже вставлю свои представления, вот немножечко так от себя видения, когда мы говорим о том, что неписанные веды изменяются, вот здесь немножечко все-таки я не соглашусь, знаешь почему? Потому что веды неписанные, они находятся во всем мире, они находятся там, где исток всего, оттуда информация идет, и поэтому само всем мире оно меняться не может, могут меняться его проявления в нашем пространстве, в нашем понимании, в нашем мироощущении. вот в этом случае мы тогда получаем какую-то информацию, да, алло, сейчас слышно? Сейчас мне слышно, я просто по индикатору смотрю, мой голос отражается на индикаторе, а ты пропадаешь. Что я хочу сказать, вот всемирие это исток изначали, оно как вот есть, так есть, в нем какие-то качества всемирия, отраженные у нас, могут меняться, маленькие, да, там земля вошла в какое-то новое качество, звездочки какие-то появились, что-то еще произошло, на самой земле что-то произошло, новый человек родился, кто-то ушел из этой жизни дальше, вот эти проявления могут быть. Естественно, условия на земле меняются, и поэтому из всемирия, не меняемого вообще, вот из первого источника, идут новые установки, которые вот для новых условий жизни на земле или на какой-нибудь другой земле, не Медгарде, а другой земле, они могут быть свои, то есть корректировка, в которых заложено что-либо исконное древнее, не меняющееся, но внесены какие-то новые установки на основе древнего. Ну, например, формулы остались, может быть, похожие, те же, но к формулам прибавились, на основе формулы прибавились какие-то аксиомы или теоремы, которые человеку даются, и он может уже, исходя из них, что-либо делать. Появляются какие-то новые заповеди, исходя из условий. То есть само вот это вот исток, откуда все это идет, он не может меняться, а вот уже то, что передается людям, это уже идет с теми установочками, дополнениями, которые необходимы человеку, или человечеству, или всей Земле, или всей системе для выживания в новых условиях. Вот я вижу это вот так немножко. Ну, тут я не то, чтобы с тобой не соглашусь, тут у нас просто вопрос терминов, наверное. Возможно, да, возможно. Слышно меня хорошо. Так вот, всемирие все-таки не является источником, вот, как всемирие производное от источника. Поэтому всемирие, как таковое само, да, оно живет постоянно. Оно постоянно изменяется всемирие. Источник не изменен. Потому что первичный источник всемирии, как созидаемое светом, оно вторично. Всемирие развивается постоянно немножко изменяясь. Источник при этом, да, практически не изменен. Но если источник жив, подразумеваем, что какой-то элемент изменения и в нем происходит. Почему? Потому что здесь во всем мире постоянно нарабатывается новое. Постоянно нарабатывается новое. И новое это воспринимается источником. Источник точно так же меняется. Вот в чем лимфор. Ну, в боксе, хорошо. Здесь очень нужно очень долго можно что-то уточнять. По сути, да, я с тобой согласен здесь. Я про что говорю? Что вот когда мы говорим уже о том, что приходит к людям, это уже корректировка, как ты правильно сказал, корректировка, корректировка, вводится для новых условий жизни. Но это не исключает основ, которые были даны и за миллион лет, и за миллиард лет, и которые сейчас пришли. Основы, они все равно строятся, но есть базовые основы, без которых невозможно прожить. Это жить по совести, владу с природой, чтить своих предков, чтить богов, исполнять заповеди. А вот заповеди могут несколько корректироваться. То есть наступает новая эпоха и дается в управление вот этой структуре. Эта структура говорит, ребят, если вы хотите жить в этих условиях новых, то вот вам дополнение к тому, что было ранее сказано, вот это, вот это, вот это. Прежнее, оно работает, но сейчас необходимо учитывать и вот эти параметры. Наверное, вот так более мягко можно объяснить, чтобы в мозгах у человека не ломать какие-то догматические может быть представления о бытие. Ну, тут, как сказать, я, наверное, не буду вступать в спор, почему, потому что, как бы, да, основа, она для нас, вот, как ты говоришь, в очень длинном промежутке времени для вот рода земного, каковым мы являемся, она практически неизменна, практически неизменна. То, что земное бытие претерпевает некоторые изменения, да, и, как ты говоришь, какие-то новые заповеди могут возникнуть. просто надо, как понимать, я говорю, даже чисто теоретически скажу, что, да, нечто новое во всемире, потому что мы малая часть всемири, это надо четко совершенно понимать, да, во всемире происходит, и источник как бы имеет возможность, а может быть и необходимость, да, какие-то коррекции достаточно серьезные вносить. Но, я говорю, мы, так как условно наше время с одной стороны воплощение, с другой стороны там, ну, миллионы лет существования, ну, вот мы как вид земной во всем мире проявленный, там, можно говорить значительно дольше, тут нет противоречия, почему? Потому что всемире проявляется и одновременно как бы оно может исчезнуть и проявиться вновь. Но, вот эти элементы, как, с одной стороны, из воплощения в воплощение мы идем, какие-то элементы прошлых бытий, прошлых своих бытийностей мы воспринимаем, но не сознанием, а где-то глубоко-глубоко на подсознании. Как правило, там, да, есть какие-то люди, которые достаточно четко видят свои прошлые воплощения, но точно так же мы в состоянии воспринимать даже прошлые всемирья, которые были до того всемиря, которое возникло нынче. Потому что вот этот вот день сварога, ночь сварога, как в ведической традиции индийской, там, дыхание брамы, вдох и выдох, там, возникновение мира, исчезновение. Ведущие вполне себе отдают отчет, да, что вечность, она, как бы, имеет свою протяженность, для нас она бесконечна, а для источника она имеет свои сроки, свою меру. И, соответственно, точно так же она меняется. Вот это что? Поэтому тут догматизм дело до какого-то момента хорошее, ну, просто я не говорю, что надо нам подвергать основы нашего события в виде заповеди, в виде понимания. Почему? Потому что во все времена это считалось одним из наиболее дурных дел, когда кто-то пытается выбить основание сознания в людях. но, собственно говоря, то, что сделали с нами в конце 80-х годов прошлого века, там, в начале 90-х, когда выдрали одно и оставили пустое место, и куда попытались заложить все, что не попали. Алексей? Да, хорошо. Ну, разобрались с этими. Значит, получается, мы разобрали уже и вера, и веда. Если по Веде что-то есть дополнить, давай дополним, потому что еще три минутки у нас до музыкальной паузы есть. Хорошо, по Веде. Ну, опять же, терминологически, да, вера – это больше чувства и в малой степени знания. Почему? Потому что это знание глобальное и через те понятия, которые даже есть у нас в сердце, а не говоря уже в уме, почему я говорю только Вышние ведающие через вот этот источник, Вера, в данном случае источник восприятия Веды неписанный. Вот. Веда писаная и Веданье как чувство знания, да, которое там, да, что оно в той или иной степени нами формализовано, выведено в некий смысловой словесный звуковой ряд, который мы можем друг другу передавать и в той или иной степени одинаково воспринимать. Почему? Потому что Вера дает возможность воспринять это, с другой стороны получить уверенность, что это знание безусловно правильное, и вот Вера, Веданье, вот эта связка тогда возникает. Вот. Как элемент бытия, события и как бы определения своего пути и нахождения на эстезе праве. хорошо, хорошо. Ну что ж, давайте прервемся на музыкальную паузу, чтобы уже с нового получаса начать новую тему. Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Напомню, что по одному из старинных календарей 21-й день месяца в юг и стужи пятница 7524-го лета. По одному из современных 11 февраля 2016 года четверг. Школа родовой мудрости и главный соведущий Сурьяр. Что есть вера, что есть веда, религия, наука и так далее. Вот это мы сегодня разбираем в живом эфире. Итак, новое получасе, продолжение темы с новой строки. О чем будем говорить дальше о религии? Ну, попробуем тогда разобраться в чем смысловая составляющая религии, потому что точно так же встречаясь с людьми в постоянном режиме в том или ином городе, сталкиваешься с тем, что слово религия люди не принимают ни в каком виде, потому что есть набившую уже оскомину инородные верования, которые достаточно давно в наших пределах существуют и, собственно говоря, наибольшее достижение того, что слово вера стало восприниматься именно как искажение божественного восприятия, а религия именно как этот институт, который выступает как, ну, выступал, по крайней мере, раньше, как институт подавления некого недогматического мировосприятия, и поэтому люди привыкли уже, что за этим ничего хорошего они не видят и не хотят воспринимать. Поэтому слово религия, мы уже его отчасти разбирали как-то раз, но надо посмотреть, какой элемент в своем событие, в своем следовании родовому обычаи нашей традиции родной мы можем определить как религиозной и понять, что само по себе наш обычай, да, источниками имеет веру, но тот уровень веры, который позволяет видеть движение сил во всем мире, он доступен на сегодняшний день достаточно малому числу, в основном к этому числу относятся наверное люди в той или иной степени ведающие, но как небеса чистому открытому сердцу никогда никто не сможет закрыть, просто вопрос как очистить сердце, это вот то, что касается веры, то, что касается веды, да, мы разобрали, с одной стороны, это точно так же во многом схоже ведание, не веда сама как писание, а ведание это то, что позволяет одновременно какой-то элемент знания зафиксировать в виде там словесного или иного выражения и в то же время иметь чувство в том, что это знание верное, то, что вот я говорю, вера, ведание, они у нас идут не отдельно, они идут всегда в тандеме, поэтому, как еще раз немножко заверну, да, то, что каждый может и желательно, чтобы воспринимал это серьезно, что у него есть возможность развить свою веру и тогда условно его нахождение на стезе праве, его личная индивидуальная праведность, она будет возрастать, потому что мы как бы привыкли, что слово праведность, оно как-то к нам никак не относится, и мы не понимаем, что оно само по себе значит, ну, а также, опять же, если по кодово-слоговому разбирателе, по буквице про веды, и, соответственно, вот я говорю, что цельность нашего восприятия, она стоит для начала на двух столпах, как бы следующим этапом, это уже наше делание, которое соединяет и позволяет и веру взрастить свою, и веду, как сказать, получить через веру, через то чувство, которое ведет, безусловную уверенность в том, что веда, которая нам дана через изустные источники или источники записанные, она имеет под собой твердое основание в небесах, что касаемо веры веды. Что касаемо религии, то, что мы разбирали с одной стороны как с латыни, да, релига, восстановление связи, так, по-моему, да, по-латыни, Алексей? Ну, лига-лига это связь, лига-нации это связь с нацией, лига-то играть, музыка-то играть связана, а ре-то возобновление, повтор, то есть, как ре-монтаж, ре-конструкция, есть конструкция, есть реконструкция, есть монтаж, есть ре-монтаж и так далее, то есть, повторное какое-то действие, повторное восстановление связи с чем-то, религия. Вот, но мы на, как бы, в одном из прошлых эфиров занятий разбирали свет, как таковое, Рада, то, что мы используем вот этот слог, обозначая божественный свет, который во множестве своих проявлений является основной созидающей силой и первой созидающей силой всемирия. Подожди секунду, здесь, наверное, не надо так вот просто говорить, что свет в том привычном понимании, который у нас включил лампочку, и свет появился. Мы разбирали тоже. Может быть, ты тогда скажи, как тебе это услышалось, допустим, в нашем общем разговоре? Нет, я просто уточнил, что это не свет, например, от лампочки, не свет от лампочки. Да, свет это имеется в виду та мудрость, которую невозможно уничтожить, которая сияет, которая дает нам возможность что-либо понимать, осознавать, без которой наша жизнь невозможна. И вот когда мы просто говорим свет, тянись к свету, то есть не тянись к лампочке, вот в более широком смысле, вы представляете, свет, он может быть и видимый, и невидимый, но мы понимаем, куда мы стремимся. В более широком смысле. Просто нашим радиослушным так вот наталкивают, куда мысли наши идут. А не то, что просто, вот, просто как это, египтяне, Ра, солнышко, Ра, вот, да, все, Бог, Ра, все. Ну, сегодня тоже разговор был, так это самый свет, это только солнышко? Нет, это не солнышко. Солнышко – это просто видимая для нас часть спектра созидающего, а само по себе Ра – это всеобъемлющий свет, видимый, невидимый, воспринимаемый, невоспринимаемый. То бишь, свет – это изначальная созидающая сила. Почему я говорю, что терминологически мы разбираем, когда я говорю, свет равно в, практически в полной мере, слову «дух». То бишь, то, что созидает, везде пребывает, все во единстве соединяет. Вот что есть свет в данном случае. Вот, и мы точно так же уже разбирались, но я говорю, мне никогда не сложно и не лень повторить еще раз, что человек в этом отношении соединяет в себе два начала – свет и тьму. Но тьма не в плохом смысле, да, вот область инстинктов – это все тьма. Все, что не воспринимается нашими пятью органами чувств, все, ну как вот, то, что и нафь, и в данном случае и тьма, тоже становится синонимом. Почему? То, что мы воспринимаем, оно есть. Ну вот, имеется то, что нам дано в том спектре нашего чувственного телесного восприятия, оно для нас вроде бы существует. Другое вроде бы, так как находится за пределом нашего восприятия, не существует. Так вот, даже та тьма, которая в нас, она тоже, как правило, находится за пределами нашего существования. Это область инстинктов, это наше подсознание, это какие-то элементы мира, которые не фиксируются доступными нам органами чувств, но тут, я говорю, приходят на помощь в той или иной степени. Это наше сердце, которое позволяет видеть какие-то сутевые вещи, если наше сердце не заморочено слишком сильно и имеет достаточный уровень чистоты. Вот, это что касается тьмы. К чему это такая длинная преамбула? Смысл в том, что свет позволяет нам видеть свой путь, видеть свое движение и соотносить свои мысли, свои действия с небесами. То есть попадать на то, что мы говорим и используем, как одно из основных понятий, на стезю правия. То есть находиться в правильном отношении с небесами и землей. Находиться обычному человеку в постоянном режиме, в таком состоянии, с одной стороны и просто, а с другой стороны тяжело. Почему? Потому что если у него нет понятия и нет привычки для ежедневного какого-то своего духовного делания, это делание с ним не происходит. И, соответственно, то, что, я говорю, человек как носитель света и как единица, которая свет воспринимающая, она либо может этот свет просто расходовать, либо может его пытаться сохранить, либо может его пытаться приумножить. Так вот, через, как во многих традициях, и, собственно говоря, есть наше исконное родовое слово, оно называется просветленные. Те, которые приняли в себя такое количество света, что тьма в них практически перестала существовать, она перестала над ними давлеть. Вот, это те люди, которые, да, совершают свое долгое движение на стезе правия и сохраняют, тем достигают достаточно высокого уровня праведности. Я настаиваю на том, что этот термин надо использовать, воспринимать, и нам надо учиться и понимать, что это такое. Так вот, а когда человек, допустим, живет обычной жизнью, может быть, достаточно тяжелой, и все его заботы, ну вот, живет он сам, у него есть семья, есть дети, и задача его стоит, да, накормить детей, там, найти им какое-то пропитание, еще что-то. И он в этом колесе бытия своего земного, он начинает погружаться все больше и больше во тьму. Почему? Потому что светом своим он не занимается для того, чтобы была возможность поднять голову немножко от земли и хотя бы увидеть чуть-чуть вперед что-то. Либо, что может быть наиболее правильно, вообще поднять глаза свои к небесам и постараться узреть там свой путь. Но это не просто, и в то же время это не метафора, это совершенно четкое действие, которое может быть у человека. И, как бы, надо понимать, что, безусловно, на пути вот постижения веры и веды, да, находятся люди, ну вот, мы в той или иной степени, как бы, касаемся все время варновых составляющих. Это, да, варна людей-ведающих, которые имеют дар, по большому счету, от начала, и связь с небесами, с богами у них непрерывная в осознанном состоянии. Плюс витязи высшего уровня, которые, восприняв веду от ведающих и, как бы, развивая свое делание духовное, они точно так же нарабатывают постоянную непрерывную связь и, соответственно, двигаются в жизни по стезе прави, по тропе, которая наполнена светом. Человек обычный, там, вот, весевой, варны, троженики, они, я говорю, все-таки занимаются чем? Они стараются обеспечить свою какую-то жизнь, стараются обеспечить своих детей, стараются обеспечить, там, свой род, стараются именно преуспеть в делах земных. Ничего плохого в этом нет, но вопрос такой, что, когда человек очень долго этим занимается, свет в нем начинает гаснуть и тьма его поглощает, как я говорил уже неоднократно. И в этот момент, значит, должны быть те, наверное, так, я пока... Потому что для меня это безусловно, но в данном случае я просто выскажу это как некое предположение. Должны быть те, которые могут подсказать человеку, что уровень света его и восприятие правильного хода стал уже достаточно низок. И они же могут ему подсказать, что делать для того, чтобы уровень своей светимости поднять. Вот эти действия, которые... Почему мы вот изначально коснулись, что значит религия, да, восстановить? Это те действия, которые позволят поднять ему уровень светимости до того, чтобы связь с тем или иным уровнем небес над нами у него была восстановлена. И тьма как бы заняла то, как сказать, отведенное ей место в его жизни. А свет уже начал его выравнивать. Вот, собственно говоря, мы могли бы назвать, что необходимость религии есть именно в этом. Почему? Потому что там, если китайское конфуцианство брать, там у них вообще практически конфуций вывел схему, что в принципе достаточно именно чисто, то, что мы могли бы назвать религиозных проявлений. То есть необходимость церемониала, необходимость ритуала, необходимость обряда, которая делается очень четко, от буквы к букве, от запятой к запятой, от слова к слову, без каких бы то ни было искажений. И, как многие исследователи говорят, по большому счету, что вот эта излишняя задогматизированность, прописанная конфуцием, она послужила именно, как сказать, ну, такую негативную роль, что она приостановила в свое время развитие Поднебесной. Ну, это по мнению исследований. Ну, а если исходить из нашего родового обычая, подразумевает, что если человек, не имеющий, скажем, высокого уровня посвящения от ведущих, от предков светлых, от богов родных, начинает сам от себя выдумывать свое какое-то бытие там, религиозное, духовное и все прочее, он, как правило, сваливается в лучшем случае в суеверии, а в худшем случае оказывается на тропе чернокнижия. Вот такой, наверное, мы термин употребили. Поэтому религия в этом ключе, как возможность войти в некое состояние, ну, то есть религия описывает некое делание, которое при его исполнении вполне может стать правильным, верным и добрым и вывести человека, опять же, на способность восприятия. Потому что религия – это не то, что как бы позволяет нам соблюдать некую внешнюю форму, там, обряду или ритуальную, а то, что позволяет нам восстановить состояние, состояние восприятия небес. Вот таким образом. Алексей? Да, ты очень хороший человек, потому что очень иногда хорошо думаешь о чем-то другом. Дело в том, что ты так мягко сказал о религии, для чего она нужна, для чего необходима религия, к чему она ведет. Мне представляется, как пел Высоцкий, совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. Дело в том, что, на мой взгляд, религия все-таки это устаканенные какие-то представления, о чем-либо, созданные кем-либо для определенных целей. И Конфудзи, которого по-европейски называют Конфуцием, он эту штуку хорошо просек в свое время. И устаканил как раз эти все понятия, прежде чем давать какую-то религию. Сказал, вот делаем вот так, сяк и все, и наперекосяк, а вот иначе никак нельзя. Вот отсюда начал, вот здесь закончил. Не дай бог, ты вот сюда вправо или влево отступишь. Вот что сделал Конфудзи. То есть, это как раз показывает, четко он обрисовал структуру религии. Религия является, если это серьезная религия, неподвижная штука. Вот в одном из эфиров, когда мы общались с Владимиром Николаевичем Детеревым, он сказал, я общался с патриархом, еще Алексием, и спросил, а почему вы не переведете на современный русский язык вот все, что у вас в церкви происходит, вот эти песнопения, там, ну, обряды все. Он сказал, не положено, не поймут, нельзя, запрещено, каноны не позволяют. То есть, вот как раз по Конфудзи все четко представлено. есть это дело, мы должны его так исполнять. Другое дело, является ли современная религия, той религии, как это Конфуция писал, я думаю, что нет, потому что столько уже этих было реформ, изменений, и дополнений. не восстанавливает связь, если она не восстанавливает связь. Даже дело не в этом. У нас часто называют религией то, что к связи вообще никакого отношения не имеет. Понимаешь, у нас просто говорят, религия, все, а имеет отношение, имеет и другое дело. Главное, чтобы там была некая персона, которая была облачена в определенный обряд, чтобы это происходило в каком-то месте, подобающем, чтобы оно как-то это место называлось, и эта персона как-то называлась. Все. Вот это в большинстве людей, к большому сожалению, называется религией. То, о чем ты говоришь, это религия высшего порядка. Но опять же, нужна она нам такая религия или не нужна? Все-таки мы относим себя к наследникам ведущих людей, те, которые все-таки способны получать веду в новом качестве для новых условий жизни, те, которые все-таки могут представлять и понимать веру, или все-таки нам как кому-то нужна какая-то упрощенная догматика. Вот в чем вопрос. Ну, вопрос верный и поставлен крайне корректно с твоей стороны. Поэтому... Ха-ха-ха, польстил. Ну ладно, хорошо. Давай дальше. Ну нет, корректно я тут ни в коем случае не пытаюсь ее польстить. Я именно так считаю. Вопрос такой, что да, мы с одной стороны претендуем на то, что уровень понимания веды неписанной у нас достаточно высок, и мы в каждое мгновение своего события пребываем, как сказать, в единстве восприятия с тем, как течет сила, и мы не находимся с ней в противоречии, мы являемся созидающими единицами, богами малого земного уровня, которые вместе, как владу в природе, созидают вышние. это да, но является ли, просто не надо как бы из этой благой как бы картины строить безусловную правду нашего бытия, потому что на сегодняшний день я, наверное, тут возьму на себя не то чтобы право, а необходимость сказать, что да, на сегодняшний день я там, ну знаю, небольшое количество людей, там, условно, они легко помещаются по счету на пальцах двух рук, которые могут в той или иной степени на это претендовать. Может быть, в больше, может быть, в меньше. Это раз. А значит, если мы все вместе на это претендуем, независимо от нашей варновой составляющей, независимо от того, какой мы путь прошли, ну, это как бы некая иллюзия, почему я говорю, что да, веру каждый имеет по мере своей, по мере своего развития, по мере своего понимания. Веду каждый имеет с одной стороны по уровню земного знания, с другой стороны по вере, которая с ведой связана, позволяет это знание просветить знанием более высокого уровня и получить уверенность. а все-таки большая часть людей, она только лишь приняв, как сказать, не догмат как таковой, а некое правило делания, оно постепенно в себе эти вещи взращивает. Вот и все. И тогда мы, принимая, что да, где-то впереди движутся те, которые с одной стороны имеют дар и, как мы предполагаем и надеемся, посвящение от богов, и которые своим долгим-долгим правильным деланием добились того, что вера в них проявлена, именно вера как чувство единовременного пребывания с небесами, восприятие того, что происходит на небесах и на земле, и понимание сути этого происходящего. И в то же время они изучили веду писанную и через свою веру имеют некий доступ к веде неписанной и соотносят два этих знаний. Вот это те, кто идут впереди. Все остальные... Все остальные понятно. Вот хотел тебе уточнить сразу, раз мы, что религии-то касаемся. Все, что ты говоришь, вот сейчас, это последние слова, все-таки это относится больше к узкому кругу людей. Те, которые имеют прямой канал подключения, те, которые способны по этому каналу что-либо получать, и самое важное, те, которые готовы этот канал, информацию по этому каналу перерабатывать и в жизнь привносить. Но большинство людей на сегодняшний момент, это все-таки, как я свое предположение высказал, это люди, которые или от канала отключены, вообще, как зомби такие ходят, наученные кем-то, что делать, какие слова говорить, как там за проезд платить в метро, и как в магазине водку покупать. Другие, у них есть небольшой каналчик, они что-то получают, но не понимают, что по этому каналу, кто там алё к ним кричит, алё, алё, Смольная, да, да, Смольная, отчего непонятно. И некоторые, которые способны хоть что-то там обрабатывать, то есть, те, про кого ты говорил, это единицы. Так вот, из этого вытекает простой, закономерный, на мой взгляд, вопрос, что на сегодняшний момент для России, матушки, для всего славянского мира, для всей России, в большом смысле этого слова, более благоприятно и более важно. Иметь те религии, которые на сегодняшний момент принято называть официальными религиями, аврамическими религиями плюс буддизм, которые имеют свои догмы, которые имеют свои храмовые постройки, культы, служители культ и так далее, со всеми их институтами. Или всё-таки с новыми условиями жизни переводить людей в новое для них, но старое представление о том, как жили наши предки, ну, не на уровне, может быть, религии, а хотя бы переводить, так сказать, вот жили так, жили так, сяк, делали это и так далее. И вводить какую-то культовость. То есть, ну, как это в религиях сделано, культовость и догматизм? Такую же культовость и догматизм вводить вот в представлениях о наших пращурах. Для чего? Для того, чтобы хотя бы для них это стало знакомо. Знакомо не только, что вот так жили, а ещё и знакомо в пояснениях на том языке, на котором сейчас с ними общаются в этих храмах. То есть, вот с ними общаются с точки зрения вот так надо, вот так нельзя, вот так делай, вот так не делай. То есть, догматы, да? Было вот так и никак иначе. Вот то же самое говорить. Наши пращуры жили вот так, а не так, и никак иначе. Делали вот это, и никак иначе. Если хочешь жить, как наш пращур, делай вот так, и никак иначе. Следуй этому и никак иначе. То есть, взять принцип догмата, понятный большинству людей из официальных религий и перенести его на понимание древней какой-то ведической основы или, может быть, с язычества как-то начать в упрощенной форме. Что более полезно? Ты такой большой объем. А ты как хотел. Кому сейчас легко? Никто легкой жизни не обещал. Привыкай. На земле, батенька, на Медгарде. Ну, как, собственно говоря, с первого эфира я все-таки сторонник того, что принимает древнюю составляющую, стараясь ее постичь во всей полноте, доступной нам, с одной стороны. Мы должны не идти вперед с головой повернутой назад, а совершенно четко смотреть в будущее. То, что касается общепринятых религиозных конфессий, они, по моему мнению, достаточно сильно уперлись в свой догмат и, соответственно, жизнь уже давным-давно их обогнала. Их давным-давно обогнала. Поэтому, если мы пойдем чисто по этнографической стезе, к чему нас призывают очень многие из родноверческих объединений славяно-фильских, мы окажемся не то, что как сказать, на том месте, где мы находимся, мы провалимся далеко-далеко назад. Почему? Потому что вот тот осколок, элемент внешней культуры, который нам достался от бабушек, от дедушек, от прабабок и прадедов, он не является объемом знания ведающих. И в большинстве своих случаев он просто является суеверим. Это неплохо, нехорошо, но просто, если мы не отдаем себе отчеты в этом, значит, мы валимся. Почему? Очень большое количество людей смотрят на нас и спрашивают, собственно говоря, это вот весь ваш, все ваши, вся ваша мудрость и все знания там помещаются в одну смешную для них. Там живем в лесу, молимся колесу, говорит, а все многообразие мира, все смыслы, которые здесь существуют, вы как-то можете осмыслить, где вот философия, где религиозное или там духовное миропонимание, где те великие схемы взаимодействия между людьми, что вы оглядываетесь все время назад, как наши предки дели великие, многомудрые, так делить нам заповедали. В чем заповедь? И вы выполняете ли ее? Так спрашивают нас, которые не являются нашими противниками, они даже, может быть, стремятся по крови, в той или иной степени по душе с нами связаны, но они задают правильные вопросы, а в большинстве случаев этнографы говорят, вот у нас есть мудрость великая, дана нам в книжках Пропа, Афанасьева, Рыбакова, я говорю, это великие древние волхвы? Нет, это ученые, ученые нам дают какую-то одну грань, свое толкование того или иного этнографического напластования той или иной земли, той или иной местности, которые расходятся очень сильно, а если мы как бы возьмем немножко шире глянем, тот народ, который мы называем русским по привычной понятной нам формуле, он составлен все-таки из множества племен, которые собирались в большей степени не по внутреннему устремлению там слиться в едином народе, а по внешнему давлению либо врагов, либо князей, либо вот как бы в более позднее время вот это инородным верованием стаскивались именно извне. Поэтому мы не можем не взять этнографическую составляющую только как единственную основу, потому что мы окажемся далеко сзади даже того, что мы есть сейчас. Мы должны опираться в том ключе на то, что те осколки, которые у нас есть, но понимать, что они не дают всей полноты миропонимания с одной стороны. С другой стороны, совершенно четко, почему я говорил, что задача вышних ведающих сегодня узреть веду неписанную, чтобы проявить ее, свести с ведой старой веду нынешнюю, чтобы мы с этого момента, с этого рубежа начали двигаться уже в будущее, чтобы понимать, кто мы есть, что мы делаем, куда мы идем и к чему примерно мы можем прийти. Вот что нам необходимо. Поэтому вопрос объемный, в той или иной степени я думаю на него ответил. Хорошо, ты ответил. Я не знаю, удастся ли нам прийти к светлому будущему в коем времени, но знаю, что к музыкальной паузе мы уже точно подошли. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному старинной календаре 21-й день месяца в Юг и Стужи пятница 7524 лета по одному из современных 11 февраля 2016 года четверг Школы Родовой Мудрости разбираем в этой теме про такие понятия как вера, веда, религия, наука. Главное ведущие, кто нам помогает разобраться Сурияр. И вот наверное с религией мы все уже для себя поняли или что-то еще продолжим про этому поводу говорить. Может переходить дальше, причем потому что есть вопросы у нас еще в чате. Ну сейчас как бы я просто тогда на коротке подобью. Слышно меня нормально? Да, говори. На коротке подобью то, что мы вера как чувство как бы знак равно безусловное знание уверенность всего бытия это так. Веда это возможность совместить знание земное со знанием небесным посредством веры. Религия это то, что позволяет сохранять связь при как бы определенном порядке делания. Ну условно есть у нас вод кресенья, выжигание кресла, мы едем сотворяем обряд. Есть у нас великие коллагодные праздники, мы едем соединяемся в хороводах пола, зажигаем огонь, приносим требы, славим богов, соединяя небеса и земли. Потому что обряд это соединение небес и земли и один из там последующих у нас занятий эфиров, он как раз будет посвящен именно обрядовые практики, в чем ее смысл и какие задачи ставят в обряд. Это что касается вот соответственно вера, веда, религия. То есть первые мы понятия которые были озвучены мы их в той или иной мере разобрали, потому что там еще есть над чем покататься, покопаться, но это оставим в той или иной степени все равно в каждом эфире мы к этим понятиям возвращаемся. Вот. И теперь что религия как таковая да, она позволяет вот сохранять связь и восстанавливать ее одновременно для тех людей, которые не занимаются духовным деланием по роду своей деятельности, которые занимаются обычными нормальными житейскими бытовыми делами. Добывают свой хлеб насущный и строят свое бытие в яви. Вот. Так, Алексей? Ну, наверное, так. Ты же у нас сегодня главный докладчик-то. Я так кнопочки нажимаю. Обратная реакция у меня только ты. А, я бы ух ты! Ну, хорошо, да. Реакция. Ну, что ж, давай, наверное, коснемся теперь науки так, коротенько, чтобы еще на вопрос временно осталось. Хорошо, да. Ну, тогда, значит, перейдем к науке как таковое. Да, но слово древнее, ну, как, Алексей, тебя бы попросил, может быть, ты какое-нибудь толкование этому слову наука. Слово-то старое, древнее, чтобы оно... Да это понятно, понятно. Так, ну, не буду по буквице разбирать, это ты сам за меня сделаешь образно тоже. Так, наука. Это значит, мы берем какого-то ка, чего-то, ука и на чем-то, на чем-то. Это когда, значит, если так простой человек будет разбираться, да, вот, это, наверное, когда на чем-то что-то базируется. Это, а если вообще острогир, спросите, что такое наука? Вот, с этого лучше начну. Это когда человек закончил детский сад, потом школу, потом какой-нибудь колледж, потом институт, и потом какой-нибудь университет. Вот, когда он уже получит какую-то степень, он будет ученый, вот это высшая степень науки. Во, вот так вот. А потом он будет какие-то умные вещи изобретать и будет получать Нобелевские премии. Вот, точно, так подойдет большинство простых людей. Хорошо, хорошо. Ладно, в буки, в букичные ряды мы пока заходить не будем, мы попробуем разобраться в этой системе, называемой наука, да, был такой ученый в 17 веке, по-моему, Фрэнсис Бекон, вот, собственно говоря, он и заложил основные методы наукопознания, то есть, эксперимент, метод, повторяемость результатов. Подразумевает, что некое действие, как мы можем перетянуть науку в свою схему постижения, что некое действие при как бы сопоставимости условий дает нам примерно один и тот же результат. Собственно говоря, поэтому ведра, какая бы она ни была, она все равно проверяется самой жизнью. То бишь, если роды наши сохраняются, если роды наши пребывают в благодеяний, если роды наши сохраняют свою землю, если роды наши увеличиваются, если на землях наших достаток и красота проявляется, если вороги не смеют приблизиться даже к нашим рубежам, значит, ведра наша работает, значит, ведра наша верна. Вот, собственно говоря, здесь вот околонаучный подход, мы, наверное, можем в таком виде использовать, просто надо понимать, что веда, как вот даже писанная, она все время находится в живом толковании, почему? Потому что какие-то вещи, да, там, безусловно, они догматичны, и так должно быть, потому что это основание, которое позволяет сознанию человека, его бытию сохранять направление, не теряться. Но развивать, понимать, не пытаясь выдрать фундамент из сознания, это обязанность ведающих людей, почему? Потому что они всю жизнь занимаются только одним, по большому счету, постижением веды, постижением веды, это вот основная их задача, чтобы пройти, потому они тоже по-своему, мы бы могли назвать их людьми учеными, но они в первую очередь люди образованные, почему? Потому что человек учится для чего? Для того, чтобы иметь как можно более полный образ того мира, в котором он пребывает, а в нашем случае даже в мире. Но сам по себе вот этот как элемент, как опыт, сопоставимость результатов при одних и тех же исходных составляющих, этот научный метод мы вполне можем брать на вооружение и очищать шелуху своего сознания от ненужных или многочисленных заблуждений. Это тоже один из элементов, но один, не основной. Почему? Потому что в основе нашего события вера, веда, ведание религиозная практика как возможность сохранять или вновь обретать состояние изначальной чистоты как вера, ведание, потому что это изначальная чистота. А наука в данном случае нам больше годится все-таки для пути земного. Допустим нам втыкают такую науку экономику когда начинаешь допустим ее разбирать получается что основная часть ее догм догматов аксиоматических они почему-то не имеют под собой сколько-нибудь надежного основания но преподаются как незыблемые как невидимая рука рынка еще куча куча подобных что такое деньги как они работают все все это находится в достаточно глубокой тьме и приходилось общаться с людьми имеющие там скажем ученые степени в этом направлении и понимание что даже приблизительного как бы цельного взгляда на движение сил по земле то что может описываться как экономика у них нет поэтому мы опираемся на веду как высшее знание как образ мира и из этого уже как не не отрицая как бы определенную методологию постижения искажения избавления от искажения восприятия мира опираемся на науку но на сегодняшний день не более того потому что если в древности веда она включала в себя и знание духовного порядка и знание мирского порядка и она была в единстве поэтому мы сейчас в свою веду постепенно включаем ну в веду в данном случае как миропонимание включаем те достижения которые проверяют наши ведущие могут сказать что да они соответствуют веде а не привнесены нам как искажения потому что практически в истории что в психологии что в экономике куча темных областей которые неизвестно от кого взялись но навязываются нам как безусловная правда безусловное знание это вот то что касается науки Алексей ты когда-то говорил про науку такие громкие слова произносил экономику сюда ставил тоже мне так всегда интересно было каким-то образом экономика может быть наукой она пишется наук ну да как я общался с одним человеком мы пришли к такому выводу что как вот бабушка Рокфеллера вилами по воде попишет вот такой курс доллара и будет в какой-либо стране так что к науке это отношение никакого вообще не может быть наука это предсказание четкие на нефть так же как и зарплата это все из-за темных областей да если как-то еще психологию можно наукой назвать все-таки ее изучают пытаются там какие-то взаимодействия иногда очень-то интересные такие выводы и направления получаются где да много подтверждается вот это возрастает из этого поэтому можно предсказать вот это и так далее а тут конкретно просто там зачесалось левое ухо у Ротшильда да он там трубку приложил почесать и что-то там брякнул случайно а там услышали и сказали все баррель будет стоить столько-то и вот вам все прогнозы огромнейшей страны коту под хвост поэтому про науку все правильно сказал а по поводу там как-то расшифровывать давайте оставим это на самом деле нашим радиослушателям давайте по букве если хотите расшифруйте такое наука и образование здесь слово образование все-таки образование можно преподносить или понимать двояко как образование самого человека так образование ну как вот внутри себя такое образование человека во внешность то есть внешне то есть он формируется внутри то есть закладывается в него образ кто-то помогает в него папа с мамой закладывает в него образ но как правило образованием занимается мужчина все-таки закладывает образ то что больше свойственно нашим родовичам образование еще имеется ввиду внешнее проявление вот этого заложенного образа внешне то есть как формируется там еще сочетание с внешним миром и так далее поэтому здесь тоже очень интересный момент не так все однозначно. Но, во всяком случае, образование это наше, а вот экономика-то называемая, это не наша, это однозначно. Так, ну что, какие-то будут дополнения или уже вперед с песнями Шашкина Галу и Долесова? Общую конву мы разобрали, там, может быть, по вопросам какие-то еще там проявятся грани. Хорошо. Напоминаю, что вопросы мы принимаем из чата. Чат находится на сайте Народного Славянского радио. Если вы еще не знаете, где это такое находится и не можете набрать slavomir.org по-английски, то в этом случае набирайте в любом поисковике Народное Славянское радио. Попадайте на сайт, ищите слово «небольшой чат», нажимайте на него, придумывайте себе логин, пароль, чтобы зарегистрироваться, и дальше его не забывайте. После этого становитесь полноценным пользователем чата, можете общаться со своими друзьями в свободное от работы время, делиться своими какими-то новостями, и если идешь в эфир, можете задать вопросы в наш эфир. А мы будем с радостью эти вопросы принимать и по возможности на них отвечать. Ну уж как отвечаем, не судите нас строго. Пианист играет как умеет. Давай начнем с вопроса от Сэра Ёжика. Вопрос в эфир. Здравия, Суреяр. День Бога Виллиса это 37-й день месяца в юг и стужи, а сегодня только 21-й. Или я что-то не знаю, почему такая разница во времени 16 дней? Так во многих, ты как раз в этом самом начале коснулся, что есть календарь такой, есть календарь другой, но просто по древнему, от Виллиса в день, это средина зимы. Казалось бы, да, уже февраль у нас, но вот как бы предки тут не путали, говорили, что... Почему? Я-то придерживаюсь все-таки не только календарных, наверное, дат, а вот у меня есть 4 лика свинтовита. Каляда, Ярила, Купала, Дашь Бог, Курс и свинтовит, переходящий через ИНН опять каляда. И они четко, мы понимаем, в какие дни это происходит. И, собственно говоря, вот 21-22 декабря это Карачун, 21-22 марта, как правило, сейчас все время попадаем, это Камаедица-Масленица, 21-22 июня, это Купала, когда Ярила становится Дашь Богом, и Хорс, Таусинница, 21-22 сентября. То, что по Солнцу, потому что, как бы, в основе наши предки, как земледельцы, они очень четко отслеживали движение Солнца. А когда вот у нас Юлианский и Григорианский календари, почему у нас вот один, тут старый Новый год, Рождество, там, водокреск, если, допустим, по старому, это 6-7 января, по христианскому, вот уже, как бы, более позднему, он на две недели, вот на 16 дней позже, среди он там 19-е, число 20-е, это вот Кресень. Поэтому тут, с одной стороны, нет противоречия, с другой стороны, я говорю, я исхожу из того, что, вот, поднимаю глаза к небесам и, как-то, и понимаю, где находится Солнце, и так как все мы, с одной стороны, и были и кочевниками, и скотоводами, и земледельцами, но все наши циклы жизненные, они были четко, совершенно привязаны к Солнцу. И в данном случае, поэтому сегодня, исходя из календаря, привязанного к солнечному движению, сегодня вот Велесов день, 11 февраля. Я хочу напомнить, что календарей достаточно большое количество было на Руси, поскольку, я уже говорил, что Русь и Россия, и все еще славянский мир, они достаточно протяженные по территориям, и поэтому были изменения, какие-то нововведения, плюс по времени очень большие промежутки, и, исходя из этого, были различные традиции, они сохранились, плюс есть реставрационные традиции, которые появились не очень давно, когда было взято за основу какие-то упоминания о чем-либо, и в этом случае, наверное, никаких здесь противоречий нет. Просто есть такое представление, вот мы живем по Солнцу, это вполне приемлемо, я его нисколько не отвергаю, и мне, но вот по душе, есть представление о том, что вот в этот день прилетели наши пращеры сюда, с этого дня ведется, грубо говоря, вот наши там календарные все дела. Это тоже я не отвергаю, я тоже принимаю. Есть другие варианты, которые тоже не отвергаю, потому что любая традиция, она заслуживает уважения, и я почитаю, отношусь с почтением ко всем нашим традициям, и считаю, что кто ломает копья на этом, тот льет воду на мельницу наших врагов. Нам сейчас необходимо не сражаться друг с другом за то, чья традиция лучше, это то же самое, как сражаться с чьей папой или мамой лучше, а просто понимать, что если человеку это помогает и не противоречит простому нашему постулату жить по совесту, аду с природой, свято чтить предков, наших и богов, то в этом случае мы живем в одной и той же конве, в одной и той же парадигме. А вот когда вы отпразднуете какой-то день на сегодня, или завтра, или через 10 дней, это уже ваше личное дело, на мой взгляд. Вы не взрываете Вселенную, вы не уничтожаете мир людской, вы живете по совести, все. Я считаю, что вот этот подход более правильный. Мой брат, тот, кто живет по совести, в первую очередь. А совесть мы знаем, кому она все-таки больше подходит. Вот давайте от этого отталкиваться и не будем друг с другом по таким делам как бы так расправу учинять. Дополный, можно, да, Сонечка Лука? Да уж давай, конечно. Да, да, да. Смысл, я говорю, что как вот по старым временам, да, люди зажигали, ну вот, словно там, жрицы, ведающие, волхвы, они зажигали огонь каждый день и каждый день приносили требы богам. Вот видите. Если у нас есть два дня почтить древнего бога вещего, почему нет? Почему нет? Просто тут нет противоречия. единственное, что как в общем-то люди достаточно хорошо ведающие говорят, что в какие-то дни совпадение оно настолько четкое, что условно открываются небеса очень высокого уровня, почему надо стараться обряд делать именно в этот день, чтобы получить, ну как бы, чтобы создать наибольшее как бы по уровню деяния. не в том плане получить или это, а именно создать деяние более высокого уровня. Просто мы еще только-только к этому подходим. Поэтому тут сейчас нет упираться, нет необходимости упираться в то или ино, почему? Потому что ведающие собираются, школа ведающих крепнет, и у меня есть безусловная уверенность стопроцентная, что вышняя правда она все равно будет в родах наших явлений. Я с тобой согласен с тем, что если куплен билет на самолет или поезд, надо приходить в это время, указанное там за какое-то время, для того, чтобы на этот поезд или самолет попасть. Иначе можно прийти через день, например, или через два дня и пытаться сунуть контролера, пропустить именно на взлетную полосу, там вот меня самолет ждет. Скажет, что парень, смотри, у тебя там дата указана, он уже улетел два дня назад. Ну вот, здесь просто немножко другая ситуация. Если мы говорим именно по то, что ты говоришь больше к энергетике связано, что солнышко вот сейчас, ты посмотрел на небо, ага, все вот, значит, я вот в этот день и все хорошо, замечательно. Абсолютно с тобой согласен. Если мы говорим о высших сущностях, которые не имеют пределов во времени и прохождении через все миры, учитывая те качества, которыми они обладают и те возможности, которые у них есть, то здесь не все так однозначно. Но, с чем я не могу не согласиться, то, что в дальнейшем так или иначе это все будет у нас проявляться. И, я думаю, правда восторжествует и в конечном итоге мы поймем, когда, чего и нужно делать. Сейчас не время рассуждать, чей папа был прав. Сейчас время понимать, что это у нас было. Это первый шаг. Для начала просто понять. Сейчас неправды нет. Есть как бы видение, пока оно потихоньку собирается. Да, поэтому я говорю, сейчас, сейчас вот я уважаю. Подходят ребята и говорят, вот мы празднуем. Ой, как здорово. Лишний раз я не скажу слава какому-то нашему древнему богу. А почему бы нет? Если он наш, бог, если он древний, для него нет пределов. Он мое славление услышит. Он мое почитание будет знать. И мне будет приятно, что я лишний раз вспомнил, вернее, лишнего здесь не может быть, в очередной раз вспомнил одного из своих прачуров. Что же здесь может быть плохого? Если, например, у моей мамы день рождения вот такого-то числа, такого-то месяца, что это означает? Я не буду ее славить и говорить, звонить, например, по телефону и говорить, мам, как ты себя чувствуешь? Какие у тебя дела? О чем думаешь? Или у моего знакомого, или у моего хорошего друга, что я не могу ему позвонить и сказать? Слушай, здравый будь товарищ, как твои дела? Отлично. Здравый будь друг, как твои дела? Отлично. И так далее. Так что здесь не все однозначно и не все так просто. Поэтому надо чуть-чуть пошире здесь понимать. А то, что праздновать лучше в те дни, когда есть то, что, например, центр силы, место силы, уровень силы, энергетики, абсолютно согласен. Вот есть это и есть другое. И мы должны это все осознавать в том и заключать наше ведание, знание, а не просто так, что кто-то нам что-то сказал, потому что у него там пятка зачесалась. Давайте дальше плясать. Хорошо? Вадя, вопрос в эфир. Здравия. Расскажите, пожалуйста, как, на каком этапе, каким образом произошло искажение понятия веры, веда, то бишь связь с нашими родными богами, кем и с какой целью это было сделано, почему позволено? Спасибо. Вот мне кажется, на первый вариант это отвечать, это риторика будет, а вот почему это позволено будет, здесь можно что-то уточнить. Ну, я все-таки немножко по первому скажу, почему. Потому что когда все-таки предки наши пребывали в достаточной чистоте восприятия, вот, у них вера как раз имела в основе своей вот это значение, которое мы сегодня разбирали. когда инородные нам принесли, они, как сказать, взяли это слово вера и как бы отнесли в область религиозных проявлений. Вот, и все, и постепенно размылось само по себе понятие, оно повисло. Это старая вера, это новая вера, это вот христианская вера, это славянская вера, вот, а вера, она, как сказать, в данном случае не определяется вот этим внешним словом или неким внешним действием. Так, ну, а почему же было позволено-то искажение, изменение? Позволено, вот, все время, да, они все время очень часто говорят, вот вы такие там, ну, да, вы такие крутые, все там ведали, знали и вдруг позволили. Все такие велико-многомудрые, чего же вы там вот про это самое, все-все-все. Ну, смысл примерно такой, так сказать, вот есть сильная держава, да, есть у нее сильные понимающие ведущие, есть у нее, так сказать, сильные воины, и она в себе уверена, она держит свою землю, и, собственно говоря, если с этих пределов куда-то бросается, как бы, суровый взгляд, то вороги приседают и стараются не шевелиться, чтобы их не заметили. И все вроде бы хорошо, но закон времени таков, что количество, оно может, как сказать, не успеть перейти в более высокое качество. и постепенно ведущие слабеют, витязи без ратных побед тоже теряют навыки. А все вроде бы хорошо, и, как сказать, и столы полны, и поля обработаны, и детишек много, и жены в парче, да, в хороших тканях ходят. А ворог-то не дремлет, ворог-то готовит свое прохождение. И в какой-то момент получилось, что ведущие потеряли вот этот момент правды. И, собственно говоря, если из той истории, которая нам излагается, мы могли бы это обозначить как время захвата власти рюриками, потому что были родовые князья отстранены и убиты большей частью, и право ведающих на высшее слово было утрачено. Почему? Потому что по закону времени связь на тот момент уже ослабела. Почему я говорю, что условно 9 век не является высшей точкой нашей родовой традиции. Те рода, которые слабеют, те, которые теряют связь с небесами, у них шансов остается очень немного сохраниться в том виде, в котором им бы хотелось. Поэтому мы не будем порицать предков наших, просто там, где они споткнулись, мы уже должны стоять твердо и знать свой ход однозначно. Согласен с тобой с тем, что если слабеет что-то, то оно как правило на земле уничтожается. Так устроена эта жизнь. На мой взгляд, здесь надо все-таки подойти не просто так примитивно, что ослабели рода. Ведь были причины, почему эти рода ослабели и что-то повлияло. На мой взгляд, здесь как в анекдоте, начну верить с анекдота, дальше выведу, когда один спрашивает другого, селедка свежая, свежая, только что плавала, а что не дергается, спит она, а почему запах такой плохой, а ты себя всегда с ней контролируешь. Вот из этой же серии. Дело в том, что разные периоды жизни есть на земле, и есть рассвет, есть день, есть закат, есть ночь. В ночи очень часто производятся какие-то действия, не всегда хорошие для других людей, то есть в Ростове убийства, поджоги, ограбления и многое другое, ночью нападают часто вороги. Так вот, если мы смотрим не только на день и ночь в нашем представлении, а еще энергологические, может быть, вселенские дни и ночи, то в этом случае мы должны понимать, что исходя из этого всего, также и активируются какие-то силы темные, какие-то светлые силы, наоборот, грубо говоря, засыпают, активность их уменьшается, и мозг человека, животного, любого другого существа, они подчиняются этим всем влияниям, и поэтому наступает момент, когда что-то происходит такое, когда кто-то приходит, и, как ты даже сказал, начинает творить свои беззакония, но это можно воспринимать просто как эпизодичность, которая вот так построена в нашей системе солнечной или нашей галактики, а можно воспринимать на более высоком уровне, на то, что есть период обучения, есть период взросления, усвоения информации, а есть период сдачи экзаменов, так вот, скажем так, что наступил в свое время момент сдачи экзаменов, когда нужно было сдавать экзамены, и, скажем так, проверка на вшивость многие не прошли, но, если бы это было просто, как перерезали всех, вошли, как это представляет в упрощенном виде, тогда бы давно уже ничего не осталось от того, о чем мы сейчас говорим. Пора экзаменов прошла, наступает пора опять подготовки к новым экзаменам, а для того, чтобы подготовка прошла, необходимо взрослеть количество учеников, необходимо дать количество нужное знание, перевести их на уровень понимания, и будет все дальше по той же самой круговерти, которая была не нами, не, а может быть и нами когда-то закручена давным-давно, и поэтому здесь не все так однозначно, ведическая культура тем и хороша, что мы представляем мир во всех его плоскостях, вот это семирие, отражение семири, хотя бы пытаемся его уловить, так и по-другому не может быть. На этих словах давай пройдемся на музыкальную коротенькую паузу, минута сорок, и дальше продолжим разбирать вопросы. Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Напомню, что по одному из старинных календарей 21-й день месяца Юг и Стужа, пятница 7500 до четвертого лета, по одному из современных 11 февраля 2016 года четверг Школа Родовой Мудрости и главный следующий Сурьер, отвечаем мы на вопросы, которые поступили за время эфира в наш чат. Напомню, что чат на Народном Славянском радио. Один раз регистрируйтесь и дальше вы полноценный уже пользователь, можете задать вопрос, общаться с друзьями и так далее. Вопрос эфир. О древности почти все люди раз исследовали вере через правильно написано слово вера имеется в виду. То есть были ведущими. Потом в силу некоторых причин отстранились от богов предков, включились от источника божественного света, ушли во мрак невежества. Кое-кто из ныне живущих потомков белых людей заинтересовались постепенно возрождением старых традиций возвращением к вере. Но порой наблюдается некоторый фанатизм, то есть внешние копирные традиции, ритуалы безостаточного осмотрения своих действий. Некоторые особо рьяные поклонники славянства твердят, что у нас не было религии. Да, это верно, однако нужно признать тот факт, что мы перешли из потока божественного света, и чтобы вернуться к вере, нужно пройти краткий или более длительный этап религии. В этом нет ничего плохого, если вдуматься в суть происходящего более тщательно. Может ли Сульяр прокомментировать это? Отчасти ты уже прокомментировал, поэтому буквально коротенько несколько слов добавь, пожалуйста. Вот вопрос и ответ одновременно все, что ты прочитал и прочитал содержит. Я скажу, на сегодняшний день нам необходимо понять, в чем религиозные наши проявления могут быть для того, чтобы веру ведания восстановить. То бишь, должны быть понятны ходы, делания и само по себе движение. Поэтому да, на сегодняшний день надо понять, что большая часть сначала пребывает в религиозном, то бишь, делание обрядовое и то, и то, и то, которое позволяет человеку в большей степени погрузиться в обычай, погрузиться в нашу традицию. Потому что если ты пребываешь в воде, то значит ты сухим оттуда не выйдешь, как правило. Ты пропитываешься и постепенно меняешься. В данном случае внешняя вода это религиозная составляющая. Так? Понятно. Сухим не выйду, но сухой могу выйти. Это когда у тебя будет как сказки про как Иванушка Дурачок за чудом ходил, когда он вышел сухой из воды. Дальше, Вадя, задает вопрос в эфир. Скажите, пожалуйста, имеет ли значение вере, как в общении и связи с богами вместо время и четкость обращения к конкретному богу, обряд и т.п. Какие еще моменты важны? Спасибо. Мы тоже об этом уже поговорили, так что если есть, что добавить, добавляй. Ну, в общих чертах, да, я говорю, что да, надо стараться следовать коллагоду, ну, это вот в данном случае, мое мнение, что в какие-то тут же вопрос, что у нас в всем мире включает с одной стороны Землю, с другой стороны видимое нами Солнце, с другой стороны маловидимое нами галактику, с другой стороны маловоспринимаемое нами Вселенную, да, мы можем так сказать. Все пронизано единым принципом, просто в какой-то момент силы движутся так, в какой-то момент силы движутся по-другому, поэтому надо либо обращаться, находить людей ведущих, которые подскажут, в какие дни лучше к кому из богов обращаться, либо, ну, там, по мере своего понимания, по наличию какого-либо каляды дара, календаря, делать вот это дело не обращаться к богам, потому что основное тут как раз для нас это само по себе обращение от влавления богов, поджигание огня, как один из элементов обрядовой практики культуры. как-то мы общались с одним человеком и, в общем-то, сошлись с такого мнения, что вот если мы ведем наш род от предков, которые сюда прибыли, на землю, которые сами уже давным-давно стали богами в нашем представлении, потому что достигли уже намного высшего уровня, нежели чем мы, хотя находились в то время уже на более высоком уровне, как мне кажется, чем мы сейчас находимся, то в этом случае скорее всего им не приходилось общаясь со своими родичами удаленными или богами разжигать костры. Скорее всего у них были какие-то приспособления или качества, что просто помыслил и пообщался, или там как сейчас взяли сотовый телефон, набрали кнопочку, код какой-то, нажали и можешь общаться, или там видео, изображение, голограмма и все остальное. Но поскольку мы потеряли или утеряли или закрыли, или кто-то нам помог закрыть какие-то качества, то в этом случае нам необходимо прибегать к каким-то стихиям или желательно прибегать к каким-то стихиям. Вот когда вы достигнете уровня того, на котором находились наши предки, что мысленно сможете общаться напрямую не с точки зрения шизофрении, а с точки зрения реального общения с нашими предки и богами, вот это будет как раз показатель того, что обрядовость вам уже не нужна. А на сегодняшний момент обрядовость в том или ином плане все-таки на сегодняшний момент большинству людей, опять же, хорошо или плохо, я не берусь говорить, но на мой взгляд она пока еще нужна. Давайте... Алексей, я уточню немножко, да, тут терминологически опять рассказали, потому что религиозная составляющая, да, она подразумевает в себе обряд, но обряд, потому что вот как ведающие говорят, в какой-то момент ты, говорит, дойдешь до того, что все движение по жизни и оно и будет обрядом бесконечным. А обряд, в данном случае, оба ряда, когда ты сознаешь свое бытие в яви и сознаешь свое высшее составляющее, которое соединяется с богами по праве. Вот, собственно говоря, что такое обряд в своем высшем проявлении. Поэтому обряд это не есть в данном случае элемент религиозности, потому что, да, по внешней форме это как бы составляющая религиозная, а по смысловой это вот безусловная связь. То есть, грубо говоря, чтобы провести какой-то обряд, недостаточно разжигать костер, недостаточно бить в бубны, прыгать вокруг костра. Это графический спектакль, а к обряду может быть не иметь никакого отношения, потому что обряд начинает только с того момента, когда, собственно говоря, поток пошел и связь с каким-то уровнем небес установлена. Да, вот каким образом человек сможет эту связь восстановить, это уже зависит от уровня развития самого этого человека. Вот о чем я как раз и говорил, и ты подтвердил своими словами это. То есть, вполне возможно, что кто-то уже у нас сейчас есть, ну, даже не вполне возможно, а есть такие люди, которые без видимой многим вот этой вот обрядовости культов, да, как сейчас привыкли, там надо свечку зажечь, надо крестеньком помахать, кадилом или костер разжечь, попрыгать вокруг него, там бубном какие-то слова произнести, они просто находятся в этом состоянии постоянно, а этот канал никогда не перекрывался, и они общаются напрямую, спрашивают и получают ответы. Вот это и есть высшее проявление обрядовости, того обряда, о котором мы сейчас говорим, и к которому мы хотим, чтобы все наши родичи, они пришли в конце концов, а не просто там разжигание костра и хлопывание там или что-то еще, я не знаю, каких-то произношений слов, сотрясание воздуха. Вот это самое ценное, понимание, ведание, вот как раз в этом и отражается ведание. Давай дальше. Вопрос эфира Владимир Азаматич. Объясните, пожалуйста, что обычному человеку могут дать веды, и может ли он самостоятельно, не зная о ведах, получить доступ к истоку и получить все то, что дают веды, как сказать, без посредника? Ну, как сказать, теоретически, конечно, это возможно. Так, мы в сегодняшнем эфире как раз этого касаемся. Да, ты достиг какого-то уровня чистоты сердца своего, вышние радовичи, боги родные, узрели свет, который ты излучаешь, принимая его с небес, они начинают там в той или иной степени с тобой взаимодействовать. И, конечно, ты получишь всю полноту доступного или там помещающегося в тебя знания о веде неписанной, о исконе родовом. Но, как сказать, это красиво звучит, как правило, я не я не видел таких людей, которые условно, не практикуя долго, не имея в той или иной степени наставника, чтобы они дошли до этого состояния. Ну, как, не теоретически, а ну, возможно, но вопрос такой, что не надо впадать в иллюзию, что именно вы тут тот великий избранный, который пройдет этот путь и перейдет эту стремнину на своих, как правило, я не про вас говорю, а в целом слабых ножках. А в любом случае, так или иначе, если человек начинает видать этот мир, он в веду неписанную так или иначе попадает, он так или иначе начинает из нее что-то брать. Вопрос только это ощущение у него, что он что-то начал ощущать, само какой-то обман или все-таки это реальное. Поэтому здесь надо включать те факторы здравомыслия, о которых часто говорят наши известные люди в славянском мире. Вот есть три фактора здравомыслия, не буду их перечислять, я думаю, поищите и поймете, о чем я говорю. Следующий вопрос, Ёлка, вопрос у Ферс, скажите, пожалуйста, влияет ли крещение и отношение креста на ребенка? Встаю перед сложным вопросом, ребенка пытаются родственники крестить, угрозными шантажом, любыми способами пытаются заставить это сделать. Может ли от этого что-то перекрыться или это просто обряд на ребенка и сознание не повлияет никак на ребенка? На сегодняшний день достаточно мало кто из служителей этой конфессии может делать ритуал в той полноте, что, как сказать, делать ребенку определенное духовное обрезание, скажем так, и подключение его к Грегору вот этого иноверия, Грегор кафолической церкви. А в то же время там есть достаточно много таких внешних проявлений, ну вот, чем кормят ребенка, что его заставляют съесть, там, что-то еще. Все эти вещи, они, в общем-то, на самом деле не могут быть ударом по духовной составляющей, потому что, ну, как бы, данная конфессия, она все-таки во многом включает в себя культ поклонения мертвому телу. Вот, и, а мертвое тело, оно не несет в себе живо в том ключе, что не является созидающей само по себе, а уже ушедшего с бытия некой составляющей. Поэтому, если у вас есть возможность как-то уговорить, там, я не предлагаю, там, в какую-то вступать войну со своими родственниками, ну, пытаться до них донести, что, где находится Бог. Он не в церкви, он не в машине какой-то ездит, он не живет в теремах, палатах, он все время здесь, и, собственно говоря, обращение к живым богам и к живому богу, как там более принято, оно может происходить в любом месте. И этого достаточно. И даже по старой традиции, даже по греко-фаллической, условно, в той или иной степени от иерического сохранения, там, глава семьи, он вот этот обряд, ритуал может сделать сам дома, точно так же подвести как бы предков, какие-то буквально минимальные ритуальные действия произведя. так что тут нет как бы такой, если есть возможность это не делать, то лучше, наверное, это не сделать. Я бы не стал так как-то резко заявлять, почему, потому что у каждого человека есть свои представления, мы с своей стороны не можем что-то навязывать. С другой стороны, мы отвечаем на вопрос, поэтому вот примите этот ответ, как он и есть. Дело в том, что давайте подумаем так, а Иисус какой вообще в возрасте крестился сам? Вот давайте подумаем, а почему в этом возрасте он крестился, а почему не младенцем его крестили, почему именно так все случилось? Дело в том, что есть возраст сознания, когда человек уже берет ответственность за себя, за свою жизнь, это первое. И на мой взгляд, ему тогда необходимо уже, когда он начинает что-то осознавать, принимать решение сюда ему идти, сюда ему идти, остаться на месте или вообще повернуть спять. Это первое. Второе. У ребенка есть папа с мамой, папа с мамой определяют жизнь, они берут ответственность за ребенка, определяют жизнь ребенка на первых его порах, пока он не стал самостоятельным. Поэтому у меня есть много знакомых, которые, не являясь ни родноверами, ни старобрядцами, староверами, они находятся в современной христианской таком окружении. Но они сказали, до тех пор, пока я папой являюсь и мамой, вот мы являемся этому ребенку, никто не имеет права нам навязывать, когда нам крестить ребенка. И вот мы сами примем решение, крестить нам или не крестить. Если крестить, когда? Вот это более, мне кажется, здравый подход. И такие люди, они берут на себя полную ответственность. И естественно, что в этом случае они с ребенком как-то так вот общаются на более правильных, мне кажется, устоях. То есть они еще из-за него берут ответственность перед другими окружающими людьми, а не только перед собой. Так что вот об этом надо поговорить. А вот разговор о том, чей бог правильный, чей бог неправильный, это, наверное, приведет только больше конфронтации. Здесь надо понимать, что есть ответственность, вы на себя ее берете. А дальше можете оперировать тем, что сам Ислус был крещен не в младенчестве. И можете не оперировать, это уже ваше дело. В общем, решайте сами. Следующий вопрос. Здравия всем, Валерий из Германии. Вопрос с Ильяров. Согласен с тобой, Алексей, более взвешенная позиция, тут не вопрос. Вопросы к Серьяру из Германии, от Валерии, от Валерии из Германии к Серьяру. Первое. Может ли ведущий поделиться информацией о влиянии уровня продуктов питания на развитие духовное? И второе. Ваше личное отношение к человеческому страху. Благодарствую. Ну, продукты питания, наверное, все же сейчас ходят в универсамы, попадают еще, и там не надо далеко ходить. По большому счету, большую часть продуктов там, как бы, конечно, у меня есть очень большое подозрение, что не все там выписывается, как должно быть, по закону. Но все равно достаточно много из ингредиентов там прописано. Получается, что большая часть того, что там продается, это, как правило, химические некие соединения там в той или иной степени разбавлено условно съедобными продуктами. Поэтому смысл такой, что если мы едим живую какую-то продукцию там с грядки, там с дерева, еще что-то, то, что наполнено светом судьи, солнца нашего, и наполнено силой живы, и наполнено силой земли, и как бы мы находимся с этим всем, что произрастает естественным путем в доброй симбиотической, скажем так, связи, в которой мы помогаем деревьям, деревья помогают нам, и мы в единстве как бы живем, выживаем, и, собственно говоря, наполняемся здоровьем. И, соответственно, если вы берете как бы некая химическая составляющая, которая не наполнена солнечным цветом, по большому счету, мы точно так же там поедая все, что выросло на наших грядках, на наших деревьях, мы как бы в той или иной степени, или вообще в полной степени потребляем и солнце, солнечный цвет. А эта вся химия, она не несет в себе ни силы земли, ни свет солнца. Соответственно, там часто употребляется мы есть то, что мы едим. в большой степени это так и есть, потому что наша чувственная составляющая возможность взращивания своей веры, она в этом плане достаточно сильно проседает, включая и наше здоровье и все остальное. Поэтому это вот что касаемо. А то, что касаемо страха, это как сказать, там нет просто определенной уверенности в том, что жизнь течет правильно. А для того, чтобы эта уверенность получилась, надо взращивать в себе веру, потому что тогда вы будете воспринимать жизнь не через некое узкое восприятие навязанных вам представлений о страхе смерти. Что такое страх? Страх смерти. Вы поймете, что смена меры не есть. Ни начало, ни конец. Это просто одна из фаз. И все мы эту меру будем разделять. Ничего в этом страшного нет, просто к этому надо всю жизнь правильно относиться, готовиться и воспринимать это. Тогда и страх по большому еще будет раствориться чуть раньше, чуть позже. Надо дополнить, что первое, древнее слово страх никакого отношения к страху, который сейчас есть, не имеет. Это сохранился страх Божий. это не то, что трепещат перед Богом. Это в церковь вошло сейчас как трепещание перед Богом, поклонение. Страх это все-таки несколько другое. Вот, это первое. А во-вторых, есть человеческий страх, а есть животный страх. Вот поскольку у нас большинство людей живут на уровне животных, то в этом случае воспринимается страх именно животный. Животный страх это самосохранение. А страх, который имеет все-таки божественный, древнейший, это несколько другое, там никакого преклонения, дрожи в ногах нету. Вот это надо тоже понимать. Поэтому надо понять, о каком страхе говорить, о животном, ну, тогда, в общем-то, Сурьяр и, мне кажется, пояснили, что это такое. Давай дальше. Ярагор, вопрос в эфир. Сурьяр, а почему ты говоришь колагод? А как надо сказать, колохот? Нет, вопрос, я не знаю, как он тебя спросил, будь добр ответить. Просто, как сказать, в той терминологии, да, в том понятийном ряду, в котором мы находимся, мы круг, как правило, называем кола. Вот. И колагод подразумевает круглый год, то бишь, круглый год движения солнца по своему от апогеи к перигею и дальше. Так, следующий вопрос от Вадди. Вера уместна только в контексте богов или вера в небесный род свой, бабушка, прадед и тому подобное, тоже нужна и уместна? Ну, естественно, потому что тут у нас нет разделения. У нас есть как бы некое тут в определенной степени условное понятие род небесный и род земной. Подразумевает, что мы живущие в Яве и род земной, а боги, светлые предки и все предки по роду, они в той или иной степени относятся к роду небесному. Просто вот этот элемент как бы шаткой грани между Славью, Явью и Навью, он постоянно течет, меняется. И поэтому, когда мы говорим род земной, подразумевает, что наши предки, бывшие родом земным, бывшие предки нас в Яве, меру своего бытия здесь выбрали, собрали свою силу, свое понимание и взошли выше в Славе и стали по праве вместе с богами родных. И соответственно, так как мы с ними связаны и по крови, и по бытию, и по коловращению, потому что условно, как у нас через три, через четыре колена предок может прийти и снова в нас воплотиться в своих правных. Соответственно, у нас вот это коловращение никуда не исчезает. Поэтому, когда мы славим своих предков, предков своего рода, тут нет никаких противоречий, когда мы славим старших богов. Хорошо, вторая часть этого вопроса. В контексте небесного рода мужские знания у мужчин, а женские у женщин? Спасибо. Нет, такого разделения нет, что мужские знания у мужчин, а женские у женщин. Потому что Веда, она включает в себя и то, что можно было назвать женским ходом, и то, что можно было бы назвать мужским ходом. Просто какие-то вещи, ну, так вот, как изначально, как было у женщин, немножко по-другому устроено тело, по-другому устроено зрение, по-другому устроено чувственное восприятие, чем у мужчин. там просто у нас один из эфиров посвящен, вот это мы как бы разберем это более подробно. А так знания просто, какие-то основания безусловно для всех единых. Какие-то вещи там женщина выполняет по-своему, мужчина по-своему. Тут нет предваречий. Так, вопрос от Руковинона. Вопрос эфиров. Сурьяр, то зашла речь в чате о количестве мерности человеческого тела. Сколько оно имеет мерности на твой взгляд? Наверное, просто тут я боюсь, мы не попадем в одинаковые понятия. А давай проще ответим, что их намного больше, чем мы можем себе представить. Мне кажется, это самый простой ответ. Потому что если мы сейчас начнем говорить 7, 9 и так далее, скажут, а у меня 16, вы скажете, а у меня 128. Давайте скажем, что человеческое тело, это немножечко отличается от телес, которые эфирные и прочие другие. И мерности, количество мерности и так далее. Если вы попадаете, например, в НАВИ какую-то, то там мерности совершенно другие. Давайте вот этот вопрос мы оставим каким-нибудь на потом. Потому что сейчас Сурьяр должен уже уезжать скоро, и осталось буквально здесь несколько вопросов, которые хочу обозначить. Игорь 18, вопрос в эфир. Сурьяр ведический. Точка. Во-первых, я не понял вопроса, во-вторых, да, Сурьяр ведический. Давай дальше. Виталий, вопрос Сурьяр. Середина зимы это декабрь и январь, или я что-то путаю? Я говорю, по календарному, да, мы смотрим вот так. Ну, помните, как вот вторая поговорка есть, солнце на лето, зима на мороз. По большому счету, несмотря на то, что буквально там с конца октября у нас считается практически зимний период, но он у нас и до средней полосе, и чуть севернее, я там северный Урал, у нас практически до конца мая лежал снег, поэтому я говорю, что по старому, именно по северной традиции, это как раз середина зимы, и потом как бы следующий уже Велесов день, когда он сбивает там следующие из отличий, сбивает рог моряне зиме. поэтому не привязка к календарному или к тому календарю, которым мы пользуемся, это вот, я говорю, опять же, привязка к земледельным делам и к самой погоде, к самой природе. Хорошо, следующий вопрос, два вопроса осталось, чтобы тебя не задерживать. Мишка, Михайлович из Медвежьегорска, вопрос, как запрашивать, нет, как зашивать пробитую ауру, как притягивать кедры, чтобы самосевым садились. Может быть, в следующий раз этот вопрос поднимем, потому что как-то к эфиру сегодняшнему отношения не имеет. Ну да, это самое, тут достаточно долго, просто в первую очередь надо разобрать, что такое аура, из чего она состоит и каким образом там в ней работать. Что потерял, да? Ну а про кедры здесь тоже отдельный вопрос, если хотите, я потом расскажу, как это делал свое время я. не только по кедрам. На честь переадресуются. Да. Игорь 18, вопрос эфир. Суреар, ведические знания даны очень мало, где найти в полном объеме? Это такой запрос, просто надо изучать, потихоньку соберете, ну, как бы в идеальном варианте, да, найдете человека достаточно ведущего, который вам поможет, потому что, к сожалению, большое количество книг на данную тему не несут как бы цельного знания даже, говоря о ведомстве. Ну, не хочу никого крикритиковать огульно, но вот мое мнение таково. Понятно, значит, нас остались... По возможности, да, если есть возможность где-то найти ведущего человека, то постарайтесь, в общем-то, через него веду напрямую постичь там и, в общем, свое дело не обрести. На мой взгляд, сегодня найти в полной мере веды очень тяжело, проблематично, поэтому собирайте их по крупицам. Собрав по крупицам, начинайте просеивать, и в этом случае у вас будет хотя бы то необходимое представление, которое у вас есть. А если вы учтете, что если вы делаете шаг навстречу богам и знаниям, то боги со своими знаниями летят к вам, бегут к вам, поэтому было бы желание, придут к вам и знания. За это вам вручается радио Народная Славянская, радио и так далее. Давайте сейчас еще просто скажу. Ярагор, вопрос эфир про год задавай через наш сайт. Дальше вопрос от Михаила. Михаил задает вопрос тоже про Белояра задавай на следующий раз и так далее. О небесном роде вот все остальные, кто уже не успели задать, задавайте уже через сайт. Там есть выбирайте автора, Сурьяра, и вопросы ему посылайте. При следующей встрече эти вопросы я вам передаю и мы передачу начнем с вопросов на ответы. Наверное, так сделаем, поскольку сейчас надо торопиться. Итак, время лимитированное закончилось. Да, время лимитированное от тобой закончилось. Пожалуйста, пару слов нашим радиослушателям и мы тебя отпускаем. Хорошо. Ну, благодарствую всем Радовичам, всем друзьям, которые были с нами в эфире. Не забывайте то, что надо поддерживать наших светочей, поддерживать тех, кто старается доносить доброе, вечное, светлое до вас через радио. И поздравляю еще раз всех все-таки с Велесом днем, потому что вещий лес, Велес, вещий Бог, он очень большой уровень мудрости в себе несет. И по большому счету, согласно нашему обычаю, нашей традиции, он есть тот, кто встречает Радовича, которые меру свою выбрали, отправились уже на Наверное Луга. Вот даже поэтому надо не забывать о том, что путь его идет большей частью в Нави, но мы точно так же с Нави все время в взаимодействии. Поэтому слава Велесу, слава Роду Небесному. Вечная слава. Ты можешь уже прерываться, выходить из эфира. Благодарю тебя за участие. Собирайся в дальний путь. Спеха тебе в помощь и светлых богов в помощь. А нашим радиослушателям просто я от себя скажу, пока Сурер уже отключился от нас, что традиции, еще раз повторю, достаточно большое количество. Ведающих людей в традициях, к сожалению, не так много. Поэтому, когда у нас есть возможность пообщаться с человеком из любой нашей традиции, я это воспринимаю как довольно позитивное предложение для того, чтобы понять вот эту сторону и эту сторону. Даже если чем-то вы не согласны, не пытайтесь сразу что-либо отвергать или отрицать. Потому что есть такой принцип полноты стакана и если стакан полный, чем-то трудно в него что-то залить. Я это проходил в свое время сам и вижу, как многие мучаются. Проще увеличить объемы стакана, нежели чем что-то оттуда выбрасывать. Проще потом накопленное просеивать и собирать крупицы вот того, о чем, тех знаний, о чем мы говорили. Не пытайтесь сразу просто так вот что-то отвергать. Напомню, что по одному из календарей уже наступил день Бога Велеса. Велес это не только, как многие считают, что это скотий Бог, в смысле за скотом там ходил или пастухам что-то там подсказывал. Это очень интересный многоплановый Бог, который следил и за вратами между миря, что кого пускать, кого не пускать, и который делился мудростью со жрецами, волхвами, учеными. Здесь очень-очень все интересно и не так все примитивно, как иногда кто-то себе представляет. И легенды с Велесом существуют, и предания с Велесом существуют, и во многих народах. Так что это все не просто так. Если какие-то у вас возникли вопросы по сегодняшнему нашему эфиру или какому-то человеку, то, пожалуйста, не стесняйтесь. У нас есть форум обратной связи, у нас есть страница авторов, где вы можете на эту форум обратной связи попасть, там выбираете того, кто вас интересует, можете задавать ему вопрос, и в этом случае при следующем эфире мы эти вопросы будем задавать. В общем-то, все, что я хотел сказать вам сказал. Напомню, что сегодня у нас по одному из старинных календарей, в очередной загорой, по одному, 21-й день месяца в Юг и Стужи, 7500, 24-го лета, пятница, по одному из современных 11 февраля 2016 года, четверг, школа родовой мудрости, что есть вера, что есть веда, религия, наука, эта тема сегодняшнего эфира была разобрана, главный разбиратель и повествователь был Суриер, за что ему низкий поклон, всех вас благодарю за активное участие в сегодняшнем нашем эфире, извините, что некоторые вопросы не прочли, потому что вот так случилось по времени лимитированным и поиск, как говорится, не ждет Сурияра. На 7 я с вами прощаюсь, желаю вам всего-сего самого-самого доброго, до новых встреч, услышимся. Народное славянское радио для пытливых умов Субтитры создавал DimaTorzok